Этот выпуск должен был случиться уже давно. Как вы знаете, я два года живу в Польше. Было ли полумиллиона белорусов уехало сюда? Несколько миллионов украинцев после 22-го года тоже находятся здесь. И из них, ну, уже, наверное, сотни тысяч айтишников тоже живут в Польше. И когда-то мне не хватало такого рода контента, где можно было бы узнать, как легализироваться в этой стране, как начать здесь жить, как начать здесь укореняться. Именно с айтишной точки зрения. Именно об этом я сегодня вам постараюсь рассказать, а поможет мне в этом компания ВИЭксперт. Погнали! Айтишечка надо? Арман Беззубченко, основатель ВИЭксперт. Привет! О себе рассказывай, да? Давай, да, немножко о себе. Я приехал в Польшу случайно, скажу так. Это июнь месяц был 17-го года. Мы приехали с семьей, погуляли по Вроцлаву, посмотрели. Нам так все понравилось, что мы в этот приезд, ну, фактически мы были где-то полторы недели во Вроцлаве, так все понравилось, что мы записались в этот приезд в школу. Мы пришли в школу к директору, мы хотим, чтобы наш ребенок здесь учился. Директиза такая классная попалась, достала книжку, немного разговаривала по-нашему, достала книжку, говорит сыну, читай. Он говорит, как читать? Она говорит, ну, ты читай по-своему, только ты же знаешь английский алфавит. Он говорит, да. Он мне там прочитал одно предложение, она нам бумажку выписала, что дети приняты. Мы вернулись в Украину, записали детей к репетитору, собрали вещи и 9 сентября 2017 года мы приехали в Польшу. Мы все с одного города. В Днепродяжинской Украине есть такой город, сейчас называется Каменское. В Украине вели бизнес и, ну, что, потом как бы по отдельности, да, поэтапно, но все мы поняли, что я как-то в Украине, у меня еще жена любит говорить такую фразу, что такое ощущение, будто я живу не своей жизнью. Вот каждый день, находясь в тот момент времени в Украине, кажется, что ты как-то проживаешь ее, знаешь, ты не живешь в полной грудь, ты не живешь в полной легкие, но ты как-то находишься в этом моменте. Ну и только здесь уже реально пришло какое-то такое понимание, что в целом эта релокация была не зря. До мною переехал? Чуть больше четырех лет. Я переехал, пересел границу 19 февраля, если я не ошибаюсь, 20-го года, и через три недели начался жесткий локдаун ковид. То есть я переехал с надеждой, что приеду, быстренько сориентируюсь, сниму себе какую-то квартиру, и ко мне приедет моя семья. Ну и в итоге закрыли все границы, я четыре месяца здесь жил как бы сам, без семьи, потому что, ну, не было соединения никакого. Тут вообще жизнь поездного, да, тут даже выходить особо нельзя было. Тут вообще, то есть можно было в пике выходить только за продуктами, либо в аптеку, либо в поликлинику. Сидишь дома и такой, ну, когда-то это закончится. Слушай, и даже в то время ты влюбился, получается, в Польшу? Да, ну, мы туда, мы начинали ездить туда по бизнесу, то есть это были такие поездки коротковременные, там, до недели, но мы стабильно, там, 4-5 раз в году мы здесь были. Поэтому, в принципе, я уже понимал, куда еду, у меня картинка была сформирована, поэтому я просто сел в машину, положил туда вещи и уехал. В Польше живу уже почти пять лет, я родом из Украины, из Днепропетровской области. В Польше приехал в Польшу для того, чтобы развивать бизнес, который был в Украине, он и не был, и есть сейчас. Мы тогда занимались рекрутацией граждан Украины и граждан других стран на территорию Польши. И мы, однажды я понял, что нахождение в Украине тормозит нас, мы не можем развиваться так, как мы хотим, мы переехали в Польшу. Здесь совместно с Ромой, Егором и Юрой мы открыли компанию «Мигрант-эксперт», потом мы открыли компанию «Бизнес-эксперт» и следом была компания «Финанс-эксперт». Сейчас об этом мы поговорим. Как это начиналось? Начиналось, на самом деле, это таким образом, что мы приехали, семья, вроде бы есть деньги, то есть давайте делать какой-то бизнес. То есть куда-то нужно, где-то нужно себя реализовать, какое-то новое начало, понятное дело, организовывать. И почему-то нас потянуло в стройку. Это вообще самый такой негативный опыт в Польше, это стройка. То есть я в стройке прошел через все боли. Походу везде. Да, то есть привезли кучу людей из Украины, это было порядка 50 человек, у нас была компания, то есть у нас было 50 работников, и мы делали фасады. То есть, ну, закончилось это все, на самом деле, плачевно, потому что мы не знали, как здесь все устроено. Поэтому нужно было себя легализировать. Обратились в компанию. Компания с нас создала, скажем так, кучу денег за целую семью. Мы эти деньги заплатили, полгода прошло, полная тишина. Я туда обратился, как бы, и по сути, мне говорят, ну, мы не знаем, что. Я говорю, ну, хотя бы, там, покажите, что сделано, куда что отправили. То есть, по итогу мне ничего не показали, там, со скандалом забрал половину денег. И родилась у нас идея об открытии компании по легализации, да, потому что мы все проходили через эти боли, то есть легализация, это, ну, большая проблема на самом деле. То есть, и так у нас появилась первая компания, наша материнская компания, которая называется Migrant Expert, компания, которая помогает, ну, не только украинцам, но и белорусам, и гражданам Азии. То есть, на самом деле, очень много национальностей, то есть, компания помогает с легализацией на территории Польши. То есть, хорошая, успешная компания. То есть, потом, спустя год, то есть, ну, как бы, к нам много обращений поступало в плане, там, айтишник, фрилансер, то есть, там, есть, там, собственник компании, собственно, айти-компании, да, вот с него, наверное, все началось. То есть, это мой друг с моего города, зовут Женя, то есть, он, собственник айти-компании, сам айтишник, переехал, ну, нужно как-то легализироваться. То есть, начали искать, какие варианты есть, то есть, для него, ну, и тут уже появился, как бы, инкубатор, да, то есть, мы понимали, что это необходимо, что в этом есть потребность. И, соответственно, отправили его в другой инкубатор, поняли, какие проблемы существуют в этом инкубаторе, то есть, и так родилась идея строить уже свой бизнес и, собственно, свой инкубатор. То есть, так у нас появилась в компании, в группе, вторая компания, которая, которая называлась бизнес-эксперт, то есть, на сегодня это V-эксперт, то есть, после ребрендинга. И, соответственно, отсюда, да, то есть, мы растем, компания растет, бухгалтерия у нас на аутсорсинге, то есть, и, собственно, бухгалтерия такая, что ничего не понятно, то есть, платить нужно много, но никто тебе ничего не объясняет, то есть, постоянные проблемы. То есть, мы привыкли, что у нас бухгалтер, который нам все объясняет, подсказывает, рассказывает, здесь не так тебе просто, ты выслал документы, тебе прислали сумму к оплате, а почему такая сумма? Можно ли что-то сделать, чтобы эта сумма была меньше, то есть, ну, как бы никто ничего не объяснял, то есть, так родилась идея нашей третьей компании, которая называется финанс-эксперт, и она тоже входит в нашу группу, то есть, это, собственно, компания, которая помогает регистрировать бизнес, ревоцировать бизнес и сопровождать его в последующем. Чем ты тут в основном занимаешься, как кофаундер, соучредитель? Нанимаем людей в разные отделы, помогаем легализироваться от и до в любых ситуациях. Ну, раз про легализацию, ты у нас сегодня эксперт и, в принципе, в компании, давай про нее и поговорим сразу. Давай. Какие есть способы с самого начала, типа, я собрался такой в Польшу, я там живу, не знаю, в Казахстане, в Беларуси, в Украине, ну, в Украине, наверное, чуть-чуть другая ситуация будет, но в целом. Я собрался в Польшу, как мне в Польшу попасть? Украинцам, понятно, им сейчас можно просто приехать, у вас там давно без виз. Ребята из других стран, как им попасть в Польшу? Виза, но с какой целью? То есть, это главный вопрос. Цель для того, чтобы укорениться, не просто съездить по туристической визе, а чтобы приехать и работать, и, возможно, жить дальше. Самые распространенные виды, это рабочая виза, возможно, вот до недавнего времени существовало ПБХ, для, скажем так, для белорусов, для IT-рынка, в целом, для бизнесменов, и, ну, гуманитарные визы. То есть, это визы национальной категории D, которые открываются свыше 180 дней, то есть, от недавнего времени делаются приглашения на работу, которые делаются сроком на год, то есть, максимально открывается, на два года может быть освещение, но максимально виза выходит на 365 дней. И, получив эту визу, ты уже приезжаешь и имеешь право трудоустраиваться. То есть, конечно же, тебе нужен, скажем так, чтобы получить рабочую визу, нужно понимать, к какому работателю ты едешь. То есть, это как бы самое первое. То есть, тебе нужен документ, на основании которого ты получаешь визу. Получив визу, ты уже пересекаешь границу, трудоустраиваешься. То есть, да, вот есть упразднение. Например, украинцы сейчас могут свободно, и они имеют свободный доступ к рынку труда. Что это означает? То есть, любой гражданин Украины, он может менять работодателя без привязки. То есть, неважно, от кого у тебя приглашение. То есть, условно говоря, как поляк. То есть, поляк с польским паспортом приходит к работодателю, подписывает трудовой договор. Работатель делает соглашение соответствующей инстанции, что он завязывает уже официальные трудовые отношения с этим, допустим, человеком. Ну, и украинцы таким же способом могут менять работодателей. То есть, нет привязки в децизии, нет привязки к приглашению на работу и так далее. То есть, у тебя есть паспорт. Главное основание и главное требование – это легальное нахождение в стране. То есть, чтобы там не было в данный момент времени просроченной карты и так далее. Хотя, для некоторых действует сейчас устава по войне. Если взять, допустим, граждан Беларуси, то да, нужны разрешительные документы, нужно приглашение на работу, освещение либо зазволение. Нужно менять децизию, если у тебя, допустим, выдана децизия одного работателя, ты планируешь сменить. Децизия разрешения. Децизия, да, это, скажем так, решение по выдаче временного вида нажительства. То есть, некоторые люди иногда путают, что сама пластиковая карточка – это документ. Но это не так. То есть, децизия – это решение, на основании которого человек получает пластик. То есть, если ты пластик потерял, то на основании децизии ты ее можешь восстановить. Если ты потерял децизию, но у тебя есть пластик, то там уже немножко сложнее. Это вообще не очевидный момент, что децизию по-хорошему надо заламинировать и в самое безопасное место положить. И вообще с собой может даже возить. Вот. У нас в тех отделе, в отделе процессинга лежит вот такой толщины папка – это те децизии, которые люди не забрали. То есть, они знают о том, что есть уже положительное решение в их деле по карте по быту, но они ждут сам пластик, то есть, когда он будет готов. И уже получив сам пластик, они только приходят на части забирать децизию. То есть, некоторые не понимают, что децизия по факту – это документ важнее, чем сам пластик. Наверное, потому что пластик тебе позволяет типа кататься по Европе. Да. Децизия ничего не означает для Чехии, для Германии и так далее. Почему ПБХ вообще отменили? Потому что, я не знаю, кстати, для украинцев же ПБХ тоже делали? Тоже делали. Для всех. Просто у нас в Беларуси она считалась в числе не национальной программой, типа карты поляка. Почему отменили этот вид виз? Ну, смотри, Полон Бизнес Харбор, то есть, это программа, которая была создана для того, чтобы максимально затянуть в Польшу специалистов так называемых высоких квалификаций. То есть, соответственно, чтобы развивать тот же самый рынок IT. Айтишникам по факту их и лепили. Да, инженерам тоже, не только айтишникам, то есть, опять же, какие-то инженеры высоких квалификаций, их тоже затягивали с помощью этих виз. Но, как говорится, у нас все катится к тому, что мы начинаем пользоваться этим на полную катушку, не по назначению. Они отменили эту программу в связи с тем, что она не оправдала надежд, так как на практике это начало происходить. То есть, есть масса компаний, которые регистрировали себя как компании, которые могут выдавать приглашение на Полон Бизнес Харбор. И по факту люди начали приезжать, какие-то липовые дипломы давать. То есть, особо это не проверялось. То есть, ну, как на практике, звонить тебе в страж-граничном. У меня было множество таких разговоров, как к директору. Говорят, вы ожидаете такого работника? Мы ожидаем, мы объясняем, что человек будет делать. Если говорим о программистах, вплоть до того, что, может быть, он какую-то модуль, какую-то программу будет писать. То есть, каким языком программирования он владеет, какой диплом. То есть, ну, вопросы в последнее время осыпались такие, очень конкретные. То есть, но, как говорится, люди начали этим пользоваться, начали давать липовые дипломы, липовые подтверждения какого-то стажа. То есть, потому что это были договора между одним ФОПом и другим ФОПом, либо ИП, да. То есть, который якобы подтверждал. То есть, человек приезжает, получает эту визу, приезжает на территорию Польши, а дальше уже здесь, как бы, ему не нужно разрешение на работу от любой другой компании. Он может с помощью визы по бизнес-харбу работать спокойно, без разрешения. То есть, они начинают уже искать, там, какую-то другую работу, либо часто тоже уезжают дальше по Европе. То есть, и по статистике Польша начала проверять, да, то есть, по тому же самому ЗУСу, есть ли отчисления в этой компании по этому работнику, либо нет. То есть, и фактически, то есть, они поняли, что это просто использовали как такой, скажем так, VIP, доступ на территорию Польши, который позволял работать без всяких разрешений, регистрировать себе ИП, либо ФОП, то есть, на территории Польши без проблем. То есть, и решили отменить эту программу, потому что ее начали использовать не по назначению. А это большая потеря вообще для бизнеса в Польске, для тех же айтишников, или, в принципе, хватает других программ? Ну, по сути, я бы не сказал, что это потеря, потому что остались нормальные разрешения на работу, это те же самые свечения, если мы говорим о гражданах Беларуси, если мы говорим о гражданах Украины, то им не нужны сейчас разрешения, то есть, есть статус УКР, по которому они могут работать без разрешения. Поэтому можно получить заизволение, да, это немножко дольше, либо получить освещение, то есть, это, там, в районе двух недель делается такое приглашение, и получается, и человек получает обычную рабочую визу и сможет спокойно приехать на территорию Польши. Но эта виза уже привязана к работодателю? Или не всегда? Ну, не всегда, я бы так не сказал, что она привязана к работодателю, да, человек приезжает, и он имеет полное право работать на другого работодателя. Здесь нет такого, что виза привязывается к конкретному работодателю, если он, там, разорвал свои трудовые отношения с работодателем, это не означает, что он должен выехать с территории Польши. Важно, что виза действующая, человек приехал на территорию Польши, но не сложились трудовые отношения с работодателем, он вправе пойти работать в другое место, но там, опять же, новый работодатель должен сделать разрешение на работу, То есть, будь то освещение, либо зазвание. Расскажи еще про такой вариант, что ты про него думаешь, легально это или нелегально, приехать в Польшу по турвизе и остаться здесь. Можно ли легализироваться таким образом? Это актуальный вопрос для многих белорусов. Возможно, когда-то это для украинцев станет актуальным. То есть, ты просто попадаешь в страну по турвизе, и ты остаешься здесь. Можно ли так сделать? Смотри, есть несколько кейсов. Разберем. Есть ли семейная пара, условно. Открывают две туристические визы, максимум она выдается 90 на 180. То есть возможность приехать и 90 дней в стране просто находиться без права на работу. Возможно, выехать в другие страны Шенген-зоны, так же самое без права на работу. Без права на работу, в смысле, даже в штат нельзя устроиться? Нет. То есть, нет основания для выдачи разрешительных документов. Есть ли кейс, рассматриваем подобным планом. Такая же семейная пара, но кто-то, например, один, кто-то, у кого есть доход, например, мужчина. Открывает себе рабочую визу, приезжает в Польшу, подписывает, условно, давай просто разберем наш, далеко ходить не будем. Подписывает договор с инкубатором, у него есть его работатель, его контрагент, с которым он работает длительное время. Жена находится, например, в Беларуси, и процесс рабочей визы, как бы не хотят играться в длительность этого, сделать разрешительные документы и так далее. Есть возможность упрощенно открыть туристическую визу и приехать. Жена открывает туристическую визу, приезжает в Польшу и подается на карту по быту по воссоединению семьи от своего мужа. Понятно. И остается. Но работать при этом она не имеет права. Нет. А как ей начать? Потому что виза туристическая. То есть, когда получается ВНЖ, тогда уже можно работать, то уже рынок труда стоит для человека открытым. А если человек... Вариант, я закончу быстро. Получил коротенькую визу, приехал, подался по воссоединению, окей. Две туристические визы. Тут сразу вопрос. Я слышал, что пока в Польше можно долго ожидать ВНЖ, до нескольких лет сейчас, потому что большая загруженность. Я слышал, что если ты подался на ВНЖ и полгода прошло, то ты можешь ходатайствовать о том, чтобы тебе разрешили работать. Смотри, Леш, в общем, ошибочное немножко мнение. До двух лет это не рассматривается. То есть... Ну как, я два года получал. Смотри, вкратце в двух предложениях расскажу, там, ну, может, там в трех, как это работает. То есть некоторые люди вместо комплектного пакета документов почтой высылают только внесок и фотографии. Получают желтую взродку. Это означает о том, что этот внесок, этот конверт уже там получен. Что зашел до органа нужного. Условно. То есть в таком случае инспектор, открыв пол, понимает, что комплекта документов нет, он высылает вызвание. Ну и представь, умножь это все на сроки. То есть пока это как бы вызвание придет в канцелярию, пока канцелярия вышит письмо. Это еще в лучшем случае, если за этот период, пока инспектор не взялся за твое дело, человек не поменял место жительства. А когда ты меняешь место жительства, ты обязан уведомлять уже о том, что я уже физически там не нахожусь по тем адресам. Я переехал. То есть ты к тому, что если правильно собираешь документы сразу, то сроки сокращаются? Намного. Насколько? Ну вот. На вскидку, вот, от до. В нашем воеводстве, например, децизию сейчас мы получаем в районе там, скажем так, от пяти до семи месяцев, плюс три месяца печать на пластик, два-три тоже, в зависимости от каких-то наплывов, то есть волнами такими происходят. То есть до года получается. Итого, ну это так, девять месяцев уже, до девяти месяцев люди с пластиком. Если взять, например, катавицы, в катавицах децизию можно получить там за семь-восемь месяцев, но в катавицах печать пластика занимает там от, скажем так, двух недель до четырех. То есть и в сумме мы имеем там те же сроки, поэтому здесь важен подход, как ты к этому подходишь. Люди, которые не знают, они кладут во внески все, чуть ли не ксерокопии своих национальных паспортов. И представь инспектора, который сидит. Я его видел, я представляю. Вот, который знает, что на сайте есть официальный перечень документов, которые ты должен скомплектовать, а люди комплектуют на своем каком-то внутреннем убеждении. Я понимаю, это идеальный кейс взять и обратиться, например, к вам, и вы поможете это сделать. А если взять не идеальный кейс вот таких вот самоуверенных людей, как я, и есть ли действительно разрешение, что через полугода всех вот этих перетурбаций ты можешь таки подать какое-то там прошение о том, чтобы все разрешили работать? Я сейчас не готов тебе ответить на такой вопрос, пока я тебе скажу так. Я не слышал, но, возможно, такое есть. Я думаю, что если бы возможно было вот это реализовать, но эта информация была бы на слуху, я был бы сейчас в состоянии ответить. Но пока я такого не слышу. Этот вопрос, на самом деле, он подвозит к следующему. Многие в Польшу попадали в последнее время легально, но без виз. Например, в первые две недели после полномасштабного вторжения всех из Украины пускали. Вот я в том числе въехал без визы в Польшу. И ребята, у которых не было возможности там быстренько сделать себе визу, мне, например, компания помогла сделать эту карту ПБХ. А ребята, у которых не было такой возможности, у кого там паспорт заканчивался, например, белорусы не могут в Беларусь вернуться, они начали делать себе документы беженцев. Можешь подробнее рассказать про вот путь того, как сделать документ беженца, насколько это реально, когда ты там по турвизе въехал сюда и хочешь остаться, или есть какие-то другие варианты, въехав по турвизе остаться и работать? На самом деле, отвечу тебе так, возможность есть, но детально нас разгрызают юристы технического отдела. То есть конкретно это все проходит индивидуально под консультацию, потому что разнятся кейсы всегда. Кто откуда въехал, как ты говоришь, кто-то въехал с Украины. У нас был кейс, например, что ребята с Беларуси бежали по политическим сабжениям. Это как бы распространенно. Так как каждый первый. Да, поэтому здесь все индивидуально, когда люди приходят на консультацию, они описывают свою ситуацию, юристы уже говорят выход. Но выход он есть какой-то. Выход есть, да. Выход есть, обращаются в инстанции, то есть обращаются в Варшаву, обращаются в Белосток консульство, но в целом это больше технический отдел, по таким документам он разбирает и индивидуально уже консультирует. Я снимаю этот выпуск во Врославе, но ребята работают по всей Польше, но сейчас не об этом. 22 июня тут, во Врославе, V-Expert будет проводить большущую конференцию для фрилансеров и айтишников по вопросам легализации, трудоустройства и всему, что связано с жизнью в Польше. Поэтому приходите туда, ссылка на конференцию будет в описании. Я там тоже буду, я буду выступать. Ну, когда я не буду выступать, буду доступен для того, чтобы пообщаться с вами, познакомлю вас с ребятами из выпуска. Так что жду вас там, до встречи. Про трудоустройство давай сразу тут тоже поговорим. Про то, как... Во-первых, в Польше есть и аналоги ООО, и аналоги ФОПов ТРИП. Про них мы чуть дальше поговорим с Сергеем. А с тобой хочу поговорить про бизнес-инкубаторы, потому что это та штука, про которую у нас мало кто слышал, и не совсем понятно, что это, как это работает и почему оно вообще существует. И где оно находится между ИП и ОООшкой. Вот расскажи, как работает, что такое бизнес-инкубаторы. Ну, вообще, почему бизнес-инкубатор, да? То есть это... Как бы это же бизнес. Ты такой приезжаешь, айтишник, тебе говорят, бизнес-инкубатор. Ты такой, ну, наверное, я не бизнесмен, зачем у него бизнес? Ну, либо, знаешь, у многих складывается, что инкубатор цыплята, да? То есть... Ну, по факту, что такое инкубатор, это место, где есть комфортные условия для чего-либо, да? То есть, соответственно, инкубатор хорошая вещь для людей, которые работают на фрилансе, которые там не хотят тратить свое время на ведение бухгалтерии, на регистрацию компаний, то есть на вот эти все бюрократические штуки, да? То есть, либо же работают на несколько компаний. То есть, ну, тут можно на примерах говорить, да? То есть, как бы приезжает человек, у него есть заказчик в штатах, для которого он что-то делает, да? Если мы говорим о программистах, то он там пишет какой-то код либо какое-то программное обеспечение, то есть, и есть там компания в Эстонии, да? То есть, он приезжает, но ему либо регистрировать ИП, то в ЙДГ по-польски, но зачастую так бывает, что он не может себе зарегистрировать ЙДГ, потому что не все могут, да? Сейчас список людей расширен, которые могут, но, например, если мы говорим о гражданах Беларуси, которые приезжают по простой рабочей визии, они не могут себе зарегистрировать от ЙДГ, то есть, сполка, то бишь, ООО, то есть, это дорого, да, потому что бухгалтерия в среднем тактам с минимальным количеством операций бухгалтерских, то есть, это в среднем где-то около 1000 злотых в месяц расхода. То есть, 200-250 долларов на сполку? Ну, плюс-минус, да. А на ИП-шку там в районе 100 будет, а сразу же с цифрами? Ну, ИП-шка, где-то, да, 350 злотых нетто стоит обслуживание, там, минимальный пакет фактур, и 50 злотых это будет стоить кадровое обслуживание, то есть, это, соответственно... Для тех, кто не понимает, злотые на 4 недели мы получаем доллары. Ну, по факту, да. Да, и поэтому, как бы, здесь инкубатор выступает как раз той платформой, через которую фрилансер, да, такой работник, у которого есть несколько работодателей где-либо, то есть, ему проще работать, потому что он может легализировать себя на основании тех доходов, которые он получает, и, соответственно, легализировать свой доход от сотрудничества с теми или иными компаниями. А как это работает на уровне оформления? Если ты, как фрилансер, приезжаешь, и у тебя, допустим, нет разрешения на открытие ИП, либо там виза не подходит, то почему ты можешь пойти в бизнес-инкубатор? Это же, по всем признакам это работает примерно как ИП. Ну, я бы не сказал, здесь... В смысле, по признакам от меня, как фрилансера, я работаю с иностранными заказчиками через бизнес-инкубатор, ну, ИПшник считай. С точки зрения легализации, чем это отличается? С точки зрения легализации, ну, во-первых, давай сразу говорить, что от ИП сложнее легализироваться, чем от трудовых отношений, да, потому что фрилансер работает через бизнес-инкубатор по трудовым отношениям, не по трудовому договору, да, то есть потому что умово-удила или умово-возлицения, это скорее договор подряда, да, то есть на понятном нам языке, то есть если мы говорим о трудовом договоре, то это в Польше называется умово-опраци. То есть, и соответственно, инкубатор заключает договор подряда с фрилансером, оформляет ему разрешение на работу, на определенные чинности, да, то есть на то, что человек выполняет какую работу и, соответственно, предоставляет ему документы для подачи на ВНЖ. То есть фактически это выглядит таким образом, то есть приходит к нам фрилансер, да, мы делаем разрешение на работу, делаем ему умову, открываем ему субсчет, который привязан к нашей компании, но у него есть доступ к этому счету, он может видеть все, что там происходит. Даем ему возможность от нашей компании выставлять инвойс, фактуру на своего прямого работодателя, на компанию, для которой он что-либо выполняет. Эта компания перечисляет деньги, деньги попадают на субсчет, который этот человек видит, и он уже говорит ассистенту, что он хотел бы эти деньги вывести за определенную работу, которую он выполнил себе на счет. То есть бизнес-ассистент инкубатора отчисляет все налоги, которые необходимы, то есть если в этом месте ранее не был снят абонемент, снимает абонплату за услуги бизнес-инкубатора и вводит ему так называемую заработную плату на личный счет этого фрилансера. То есть получается фрилансер, не открывая ИП, работает по договору подряду с бизнес-инкубатором. Бизнес-инкубатор уступает посредникам между фрилансерами и компаниями. Я так понимаю, что это же не только для фрилансеров работает. У вас, наверное, среди клиентов есть просто айтишные компании, местные, не местные, которые так программистов нанимают или… Есть айтишные компании… На постоянку, я имею в виду. На постоянку, да. То есть есть компании, у которых порядка 35 человек работают таким образом с ними через наш бизнес-инкубатор. Понятно, если у тебя нет разрешения на открытие ИП и тебя не хотят брать на умову опрации, то есть в штат компании, то у тебя единственный способ – это инкубатор. Если у тебя есть разрешение на то, чтобы открывать ИП, какие плюсы и минусы открытия ИП против инкубатора? Ну, смотри, когда ты открываешь ИП, ты обращаешься к бухгалтеру, да, мы знаем, что бухгалтерия здесь такое себе удовольствие, то есть ты занимаешься этим всем сам. Ну да, тебе какая-то компания помогла зарегистрировать ИП, в дальнейшем ты выставляешь фактуры, там делаешь перечисления, отчисления, то есть самостоятельно. Если мы говорим о бизнес-инкубаторе, то бизнес-инкубаторе чем отличается, тем, что есть ассистент, который по факту делает это все за тебя. То есть на практике это выглядит так, что человек заходит в свой кабинет в ЦРМ-системе нашего инкубатора, там он выставляет инвойс, то есть там все просто. Для программистов выставления инвойс, особенно которые в штате работали, это звучит какой-то космос. Но я об этом говорю, то есть там все просто. То есть заходишь в интерфейс, нажимаешь каких-то там пару кнопок. Да, да, да. То есть вводишь своего заказчика, которому этот инвойс адресован и соответственно можно оттуда выслать, можно его распечатать, сохранить и так далее. То есть, но есть еще второй способ, которым пользуется чаще всего, это пишут своему ассистенту, мне нужен инвойс на такую-то сумму, то есть для такой-то компании. Ассистент выставляет этот инвойс, проверяет, что все было ровно-гладко и высылает уже клиенту непосредственно готовый инвойс. Это все. Когда деньги приходят, то есть ассистент занимается тем, что он рассчитывает налог, следит за тем, чтобы не был превышен лимит податковый, налоговый лимит, потому что это важно, потому что нужно за этим следить, потому что налоги возрастают, когда ты достигаешь определенного порога в заработной плате в течение года. То есть, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. То есть, получается, в случае ИПшки ты, во-первых, сам с документами, с инвойсами разбираешься, во-вторых, ты еще сам платишь налоги, ты их не рассчитываешь, тебе бухгалтерия, наемная рассчитывание, ты сам платишь, а тут тебе может делать все ассистент. Все ассистент, да. Это сильно дороже, чем просто нанять бухгалтера, потому что затраты денежные в ИПшке – это нанять бухгалтера, остальное ты там делаешь все сам. Ну, если мы говорим о среднем чеке бухгалтерии для ЮДГ, для ИП на территории Польши, то это где-то порядка 400 злотых, то есть это средний чек. То есть, на сегодняшний день стоимость абонемента в нашем бизнес-инкубаторе составляет 450 злотых. В чем прикол? И там, и там 100 долларов, но бизнес-инкубатор за тебя все делают. Почему тогда ИПшки существует? Ну, смотри, зачастую люди развивают свой бренд, фактически же наша компания выступает подписантом договора. То есть, для заказчиков она является юридическим исполнителем. Да, совершенно верно. Вернемся позже к этому, в договоре прописан исполнитель, но тем не менее отношения закреплены на договоре между двумя компаниями, между нашей и заказчиком, но есть исполнитель, который обязательно приписан к этому заказчику. То есть, люди развивают свой личный бренд, развивают свою компанию, плюс наращивают сдольность кредитового, потому что, может быть, хотят взять машину в лизинг в последующем. Такие причины у людей бывают. То есть, если ты хочешь кредиты взять, либо штат вырастить, либо можешь вообще в ООО в сполку вырасти, то ИПшка? То ИПшка, да. А если ты просто обычный программист, который работает пять лет на одну компанию, то, наверное, с ИПшкой можно и не париться. Ну, можно и не париться, да. Это инкубатор. Сразу тоже, потому что потом забуду вопрос по поводу легализации. Для многих актуально легализироваться через статус работы. То есть, вот я, например, тут завел ИПшку, и мне ИП позволило получить ВНЖ местные, потому что я ИПшник. Позволяет ли бизнес-инкубатор такими же путями получать легализацию? Конечно. Только, как я говорил, это быстрее, гораздо быстрее. Быстрее? Да, быстрее. Почему? Потому что, смотри, ИДГ, то есть ИП, да, то есть рассматривает, это фактически вид на жительство по бизнесу. То есть, он рассматривается дольше. Почему? Потому что уж он смотрит на твою историю, твоих платежей, твоей работы. Нужно предоставить более расширенный комплект документов. Это договора, выписки, где ты подтверждаешь, что ты, на самом деле, по тем договорам получаешь деньги. То есть, как правило, процентов на 30 это всегда дольше. То есть, вот бизнес-инкубатор это всегда проще. Можно ли через бизнес-инкубатор получить приглашение на работу? Очень можно и нужно. Просто я понимаю схему, когда ты находишь работодателя, у которого здесь есть офис, он тебе дает приглашение. А как бизнес-инкубатор может сделать тебе приглашение? Это же просто посредник между тобой и компанией, которую ты там нашел. Но в том-то и суть, что какая-то компания посредник между заказчиком и тобой. Поэтому я все равно должен найти компанию. De Euro, наша фирма, наш инкубатор, это работодатель. De Euro. То есть, мы делаем разрешение на работу, освещение там или зазволение, например, если кто-то какой-то гражданин Азии, то есть, у них, допустим, там только зазволение. Вот. И на основании этого документа уже человек получает визу, приезжает нам, подписывает с нами умову Аджеву и, соответственно, трехсторонний договор со своим... То есть, приглашение делаете вы, потому что он будет работать в бизнес-инкубаторе у вас. Конечно. De Euro, мы работодатели. И тут вот эта вот серая схема, из-за которой бизнес-инкубаторы иногда считают серыми, потому что, я так понимаю, многие бизнес-инкубаторы только этим и занимаются, что делают приглашение, а потом легализируют, а как бы третьей компании, которая на самом деле там нанимает сотрудника, ее либо вообще нет, либо она есть, но она такая формальная. У вас это по-другому работает? Нет, это по-другому работает. Ну, в каком плане? Или это вообще легальный способ? Да, это легальный способ, но просто кто-то, возможно, зарабатывает на продаже каких-то документов, но мы такой цели не преследуем. То есть, у нас есть конкретно вот ребята, которые установят первичный контакт с клиентами. То есть, если человек сидит в Беларуси, ему нужно приглашение для оформления визы, то есть, общаемся. Человек представляет себя, в первую очередь, показывает, возможно, какие-то материалы своих работ, если это графический дизайнер, например, и так далее. То есть, мы понимаем, что это действительно человеку надо, мы ему делаем документы, он открывает визу и приезжает уже. А если у него нет работодателя? Вот, он приходит к вам человек и говорит, хочу переехать, я там офигенный программист, но у меня пока нет работодателя. На этот ответ у нас строится сейчас платформа, возможно, Роман о ней рассказывал. То есть, это будет такая платформа, на которой подобные категории люди смогут себе найти работодателя, своими словами просто говорить. А те, которые имеют работателя, они смогут утилизировать свое свободное время. То есть, если, например, у тебя есть партнер, условно говоря, работатель в Штатах, но ты с ним работаешь не на фулл-тайм, ты понимаешь, что у тебя в день 4-5 часов еще есть свободных, то ты можешь зайти на нашу платформу, посмотреть, какие есть лицене. Если ты специалист по какой-то отрасли, ты можешь обратиться, пройти собеседование, и тебя возьмут, и у тебя будет возможность дополнительного заработка. Поэтому эта платформа скоро живет. Сколько в среднем стоит через вас сделать такую штуку? Какую? Сколько в среднем через вас стоит получить приглашение на работу и переехать? В целом, мы берем циферное, сейчас тебе не буду говорить, потому что да. Это просто оплата на расходы. То есть, если, например, мы делаем за зваление, оно стоит 100 злотых, то это оплата скорбовая называется. Плюс, если я не ошибаюсь, там 100 злотых за пересылку, потому что нет возможности отправить с Польши в Беларусь, и чтобы человек, собственно говоря, оплатил по получению. Но для того, чтобы избежать вот таких нюансов, о которых мы с тобой говорили, чтобы, ну, по сути мы не сможем до конца сверифицировать, обманывает нас человек, стоя с другого конца провода. Ну да, человек может просто приехать, сказать спасибо, доведение. Поэтому мы говорим, что для перестраховки вы нам вносите, например, там двух-трехмесячную стоимость нашего инкубатора и приезжаете, заключаете с нами договор, и этот период, который вы оплатили, вы просто ничего не платите. То есть, это такая своего рода залоговая сумма. А если этот человек приезжает и три месяца не находит работодателя, не находит никакую работу? Есть возможность завешения. То есть, помимо того, что тот период, за который он оплатил, ну, нет работодателя, ну, что-то поменялось, что-то сорвалось, это такое, знаешь, обстоятельство. Вот, еще возможно завесить до трех месяцев. А этот человек, если не находит никого после вот этих уже шести месяцев, получается, у него легализация остается, либо он будет вынужден уехать обратно? У него не будет легализации, потому что нет дохода. Нет дохода, все. То есть, это одно из... Это важно указать, что бизнес-инкубатор, по факту, это не про легализацию переезда, это про работу. Ну, отчасти да и нет. Потому что, ну, все же, если у тебя есть заработодатель, ты оплачиваешь, проводишь от него какие-то фактуры. То есть, основное требование для подачи документов на карту побыть на основании инкубатора, то есть, как бы, работы, да, условно. То есть, это минимальная заработная плата, которая должна заходить на карту. То есть, по факту, ну, люди с бранжа IT, они зарабатывают в разы больше. Я понимаю, я просто хочу подчеркнуть, что кейс, если вы хотите использовать бизнес-инкубатор только для того, чтобы переехать и получить легализацию без какой-то работы, он не ваш. Нет. Вам все равно надо будет работать. Конечно. То есть, по факту, ему нужен доход. С дохода оплачиваются налоги. Это все, как бы, комбинируется в пакет документов, подается инспектору. При открытии он видит, да, это, как бы, человек, который выполняет, скажем так, ворунки, условия для получения карты побыту. Я же говорю, одно из ключевых – это минимальная заработная плата. Я немножко поспрашивал знакомых ребят, которые в Польше не работают, но хотели бы приехать сюда работать. И я увидел, что у некоторых есть стереотип о том, что бизнес-инкубатор – это какая-то серая зона. Откуда этот стереотип вообще берется? Как ты думаешь, почему? И вообще, бизнес-инкубатор – это какая-то новая штука, и поэтому все к ней так странно относятся, либо про нее просто мало знают? Ну, бизнес-инкубатор на территории Польши, да и даже, наверное, на территории всей Европы – это не новая штука. То есть, это еще и в Европе существует. Да, существует в некоторых странах, но просто немножко другой формат, да. Почему говорят о том, что это серая зона? То есть, есть разные инкубаторы, да, если… Я просто могу тут много говорить о разных инкубаторах, но мы говорим о том, что наш инкубатор, он рассчитан на специалистов, на диджитал-специалистов, так называемых. Это программисты, видеографы, то есть, диджитал-специалисты. Но есть инкубаторы, которые, скажем так, помогают просто легализироваться на основании инкубатора на территории Польши, космотычкам, таксистам. То есть, ну, как бы разным профессиям. То есть, они больше не про работу, а про легализацию через работу. Да, да, совершенно верно. То есть, ну, удобно, ты платишь абонемент, кто-то тебе там перечисляет за что-то, да. Поэтому вот отсюда и исходит то, что инкубатор – это серая зона, потому что, когда обращаются другие инкубаторы, им говорят, да, мы там что-то напишем, либо еще что-то. Но это не про нас, мы плывем в правом поле, то есть, у нас есть юристы, которые четко за этим следят, потому что я являюсь директором компании VXPR, да, то есть, я несу ответственность за все. И поэтому, ну, я не хочу, чтобы ко мне пришли и сказали, что что-то не так и что-то не по закону. То есть, мы за этим четко следим и все в рамках закона. Так как вы являетесь посредником между компанией и многих исполнителем, как компании к этому относятся? Потому что, по идее, я должен же, наверное, какие-то артефакты своей работы через вас компании передавать. То есть, код, который я пишу. И кажется, будто бы не все компании готовы делиться тем кодом, который пишет программист какой-то третьей компании. Ну, на самом деле так и есть, да, но, скажем так, наш юридический отдел с этим очень трепетно следит. Поэтому подписываются разного рода NDA и передается это все авторские права, да, то есть, прописана передача авторских прав, прописана в договоре. То есть, в момент, причем это происходит не через какой-то промежуток времени, что мы можем воспользоваться или, не дай бог, его куда-то передать. То есть, это происходит в момент поступления денег, то есть, мы прописываем это все в договорах. То есть, поступают деньги, то есть, собственно, заказчик принял эту работу и авторские права моментально переходят на заказчика. То есть, фактически нет такого, что там у нас что-то где-то, есть какое-то время на что-то, нет. То есть, это сразу же передаются авторские права с автомата. А насколько вообще компании открыты к такому взаимодействию? Это правда, что компании противятся или это больше надуманное что-то? Ну, скажу так, кто-то противится, кто-то понимает, что это нормально. Я говорю скорее про местный рынок, не про те, которые сейчас только заходят, там наши компании с наших стран, понятно, не разбираться будут. Допустим, местные поиски компании. Ну, скажу так, что из 10 компаний 2 будут переживать, да, то есть, как бы, не скрываю, что есть компании, которые работают там в сфере программирования, там, в банковском секторе. Для них это вот, ну, критически, да, то есть, критически и, с другой стороны, они еще связаны договорами с другой стороной, да, то есть, со своим уже заказчиком, где четко прописано, что там не может быть подобных компаний, как наша. Ну, в 80% случаев нормально относятся компании к этому. И по поводу компаний, так, тоже. Артефакты ты спрашивал. Да, ну, артефакты, это есть, собственно, программный код, да. По поводу компании еще вопрос такой, да, с ИП понятно, сравнили бизнес-инкубатор, умова о праце, трудовой договор. Для тех, кто сюда приезжает, для меня в том числе было большим откровением, что на умову о договоре, на трудовой договор компании не сильно хотят брать сотрудников. Почему так происходит? Потому что умово о праце, это трудовой договор, да, то есть, он подразумевает под собой такую максимальную защищенность работника, да, то есть, польское законодательство старается защищать больше работника, чем бизнес. То есть, ну, так есть. То есть, и, соответственно, когда у человека есть умово о праце, он может заболеть, он может болеть много, долго, он идет обязательно в отпуск, то есть, если он в отпуск не идет, не дай бог, то ему должна быть выплачена компенсация. Поэтому, ну, зачастую работодатель не хочет давать умово о праце. Это реально, ну, это реально так и есть. Да, да, так реально так и есть. Легализация в Польше, по моему личному опыту, это сложно, да, да, и долго. Это, давай так, это не сложно, это долго и, блин, нет у меня слов культурных. Короче, я ВНЖ тут ждал два года. Хотя, когда я приезжал сюда, там ребята рассказывали, что ты что, эти ВНЖ выдают разрешение буквально за два месяца и по законодательству польскому это должно быть там происходить за несколько месяцев. Что сейчас на рынке, вот, не на рынке, что сейчас происходит в этой сфере? Как долго, может, есть какие-то лайфхаки, как быстрее реализироваться, вот мы уже поняли, что через инкубатор это быстрее делать. Может, стоит какие-то там отдельные районы ехать в Польше жить, чтобы это делать? Ну, на самом деле, скажу так, что есть некоторые воеводства, да, районы Польши, которые рассматривают быстрее, да, то есть, если мы говорим о Варшаве, например, да, ну, у этого есть свои минусы. То есть, Варшава рассматривает дела быстро, но Варшава смотрит таким образом, что, там, в деле, грубо, там, одного документа нет, могут вызвание выслать, а могут просто сделать отказную децизию. То есть, есть свои минусы, рассматривают быстро, но некачественно, да, то есть, нет, как бы, работы с самим заявителем. Люди делятся на два типа в Польше, да, иностранцы, которые говорят, там, ай, решалый, там, я сам зарубил документы, то есть, и так далее, то есть, зачем вы не платите деньги самостоятельно, да, то есть, на практике это выглядит, понимаешь, был один такой клиент, быстренькая вставочка, который пришел к нам и говорит, я подал документы на сталый побыт на основании своих корней, да, то есть, как бы, у него, там, свидетельство о рождении папы, что папа является поляком. Он посмотрел в интернете, какие документы нужны, ну, наверное, что-то собрал, там написано, что нужна оригинал, либо нотариально-заверенная копия. Почему-то он не захотел делать нотариально-заверенную копию, сложил все эти документы, оригиналы, в конверт, отнес, назовем это урной, потому что по-другому это не назовешь, то есть, такое, урна подавча, да, куда можно бросить свои какие-то внески для ужин, да, то есть, он бросил в эту урну этот конверт с документами, с оригиналами и сидел полгода ждал. Чего непонятно, то есть, говорит, я звонил, там ничего не знают, про мои документы ничего сказать не могут, поэтому это из серии, знаешь, когда люди говорят, я сам, то есть, есть люди, которые могут, я не исключаю такой вариант, которые могут самостоятельно сложить правильно, комплектно документы, но в большинстве случаев это выглядит таким образом, что люди кладут внесок, который неправильно заполнен, кладут документы, то есть, некомплектный, скажем так, внесок, да, не складывают все документы, инспектор получает этот внесок и начинается там письмо, одно, второе, третье, то есть, человек не понимает, что от него хочет инспектор, то есть, соответственно, инспектор это дело попросту берет и откладывает кладу, потому что есть внески, в которых все сложено комплектно, сложено в той последовательности, в которой должно быть, подписи стоят там, где нужно, заполнено. Тут прям бюрократия в этом плане здоровья. Да, да, бюрократия есть, ее никуда не отменяешь, то есть, как бы, инспектор видит, ему остается только проверить, чтобы информация, которая подана, чтобы она соответствовала действительности, отправить запрос на службы, то есть, на полицию, на страж граничный, что человек там, у него нет судимости, что он находится легально на территории Польши, если мы говорим о страже граничном, ну и потом только, соответственно, выдать децизию. Поэтому, к сожалению, ужинды завалены большим количеством внесков, тем же самым некомплектным внесков, поэтому... Внески это пакеты документов, если что. Да, внесок это заявление, дословный перевод, заявление на получение вида на жительство. Поэтому количество инспекторов маленькое в ужиндах, их не хватает, да, то есть, если мы говорим, оно совсем не пропорциональное количеству заявителей, людей, которые подают документы на вид на жительство. Соответственно, с этим появляются проблемы, потому что они не успевают, и люди долго ждут. В целом, легализация, она сильно влияет на статус того, что ты можешь работать в Польше или нет? Или это два разно стоящих вопроса обычно? Ну, смотри, на самом деле, если мы говорим сейчас о гражданах Украины, то для граждан Украины на сегодняшний день выглядит все проще. То есть, да, то есть, если ты гражданин Украины, ты можешь получить освещение, то есть, независимо, на основании чего ты находишься, даже не так. Вот это надо вырезать не освещение. То есть, да, гражданин Украины может работать сейчас там без разрешительных документов. То есть, так как он является гражданом Украины и действует устава о помощи гражданам Украины в связи с войной в Украине. То есть, соответственно, если мы говорим о других национальностях, то когда вот эту уставу о пандемии закрыли, так это назовем... Статус пандемии отменили, короче, официально. Да, статус пандемии отменили. Раньше можно было работать тоже, да, то есть, находясь на любых документах, главное, чтобы было разрешение на работу. То сейчас вернулась в жизнь тот пункт закона, который говорит о том, что для того, чтобы работать, ты должен находиться легально. Легальность твою подтверждает либо действующая виза, либо карта побыта уже полученная, то есть, старая, да, либо же печать в паспорте о том, что ты подал внесок на вид на жительство. Находясь в Польше, ты можешь как быть легализован? Ты получаешь либо временный вид на жительство, либо постоянный вид на жительство, либо гражданство? Ну, скорее, не либо, а постепенно. Можешь рассказать про каждый из этих этапов, как он происходит? Первая ступень – это временный вид на жительство при условии того, если у тебя нет польского, польских корней. Самый простой такой распространенный случай у всех, то есть, это первая карта на три года, вторая карта тоже на три года, но есть карта резидента Европейского Союза, которая выдается на определенных условиях. То есть, эти условия таковы, что ты пять лет должен в Польше прожить, из них последние три года должен быть официально трудоустроен. Если будут перерывы, допустим, меняешь оботателя, то это должно быть не дольше, чем 30 дней. Карта резидента Евросоюза, то есть, дает право, она выдается на всю жизнь, ты только раз в пять лет меняешь пластик. Как ее получить? Собираются также самые внески, то есть, отдельный вид. То есть, можно получить либо временное вид на жительство, либо карту резидента Европы? Спустя пять лет, ты можешь на нее не подаваться, то есть, кого-то это устраивает, некоторые там третью, четвертую карту. Спустя пять лет жизни в Польше, спустя пять лет жизни в Польше, ты можешь жить не по ВНЖ, можешь жить по визам. Ну, то есть, условия для получения карты резидента, это пять лет проживания на территории Польши, из них последние три года, вот, от момента подачи, ты должен быть официально трудоустроен. Можно выезжать, но тоже не дольше, чем на 90 дней за один раз, то есть, выезжать за территорию Польши. Ну, вот, карта, еще раз повторюсь, она выдается на всю жизнь, статус такой, это, можно сказать, не карта, и раз в пять лет меняется пластик. Следующий этап, уже пожив по карте побыту, ты имеешь право подаваться на гражданство, то есть, это тоже уже такое, как бы, условие, которое зафиксировано. А, подожди, извиняюсь, а европейская карта, это и есть сталый побыт? Нет, это разные вещи, это разные вещи, сталый побыт, мы сейчас о нем поговорим. Но европейская карта тоже позволяет на гражданство податься? Да, конечно, конечно, это уже такое условие, которое, скажем так, вероятность получить отказ минимальна, потому что ты, скажем, выполнил все ступени для того, чтобы уже претендовать полноценно на гражданство Польши. То есть, есть еще вариант, который довольно распространен у граждан Беларуси, то есть, многие имеют польские корни. То есть, карта сталого побыта выдается на двух условиях, то есть, либо у тебя есть польские корни, то есть, подтвержденные свидетельствами о рождении. Карта поляка, короче. Да, но есть те люди, у которых есть карта поляка именно, а есть просто польское происхождение. То есть, например, у мамы, папы или у бабушки, у дедушки свидетельство о рождении написано национальность поляк. То есть на этом основании делается, скажем так, семейное древо, и ты имеешь право подаваться на карту сталого побыта. В Польше единственное, немножко сложнее получить без карты поляка. Почему? Потому что инспектор, которому попадает твое дело, он означает тебе визит в Ужен, то есть такое собеседование, назовем это так. И вы общаетесь, обсуждаете какие-то польские национальные праздники, возможно вы рассказываете какие-то свои истории с детства, которые связывают вас с Польшей. Ну и конечно это все проходит на польском языке, то есть некомпетентно прийти на такую встречу, претендуя на сталый побыт с переводчиком, но это будет так, скажем, трактоваться как не совсем... Неуважение, да, неуважение, да, то есть ну можно так назвать. Вот, по... Это первый путь. Это первый путь, да. По карте поляка тебе не нужно уже рисовать свое древо, то есть допустим карта поляка уже говорит о том, что она уже прорисована была ранее, и твое как бы происхождение уже доказано, то есть это как факт. Карта поляка, она только для белорусов, по-моему. Нет, для всех, то есть у кого есть польские корни, много украинцев тоже получают. И получив уже сталый побыт, через год ты имеешь право подаваться на гражданство. И тоже риск отказа минимален, потому что ты, скажем так, спелнил ворунки для получения гражданства. Так, а через ВНЖ можно получить, через временный вид на жительство можно получить сталый побыт? Нет, резидента и потом гражданство. Хорошо, резидента и потом гражданство. Что такое постоянный вид на жительство в этой всей схеме? Это резидентство, вот это европейская карта? Постоянный вид на жительство, но это больше как сталый побыт, то есть это так же самое, этот статус, эта карта выдается на всю жизнь. То есть ты можешь не подаваться на гражданство. Это какой-то третий вид карты? Нет, сталый побыт это, ну все, постоянно сталый, это одно и тоже. Блин, прикольно. Я думал, что через временный можно потом сталый получить. Нет. Это резидент, следующая ступень. Резидент. И потом и гражданство. Когда ты получаешь гражданство, это достаточно важный момент, потому что ты с гражданством получаешь и паспорт. Для белорусов это прям очень актуально. Сколько получается минимальный срок до получения гражданства может быть? Вот так посчитать, если... Ну, в наших кейсах, те, которые мы ведем, кому-то выдают нам до, скажем так, до года, кому-то до полутора. Нет, я имею в виду от самого начала легализации, от получения временного вида нажительства и до возможности получения... Лет 7-8. 7-8 лет. То есть при идеальных условиях, повторюсь, что как бы не нарушается, то есть люди, те, которые задаются конкретно вопросом релокейта, вот ты приехал в страну, пожил здесь там, например, полгода, год, может два, кому-то раньше, кому-то раньше, кому-то позже. То есть когда ты уже на том этапе убедился, что тебя устраивает эта страна от и до, тебе нужно задаться вопросом, прийти просто на консультацию, почитать в интернете, какие условия для получения гражданства и этим условиям следовать. Потому что важно, например, прожить в Польше 5 лет, но быть полгода неофициально трудоустроенным. И условия для получения карты резидента Евросоюза потеряны. Поэтому тут важно понять, что оно тебе нравится, что ты хочешь здесь остаться и следовать правилам. Карта резидентства Евросоюза, она только в Польше работает или ты по этой карте можешь еще в другие страны поехать, как-то дальше реализовываться? Нет, то есть любая карта, которая... Я имею в виду не ездить по Евросоюзу, а я имею в виду с этой картой можно ли, например, получать гражданство в других странах потом. Например, ты получил ее там в Польше и такой, поеду-ка в Чехию, мне там тоже нравится. И живешь с этой картой в Чехии? Или это уже не ваше? Да, то есть с картой, допустим, там, карта часового побыта в Польше, там, условно, и в других странах. То есть она дает право находиться и работать на территории Польши, пользоваться всеми благами. Там, условно, кредитование в банке, какие-то лизинги, трудоустройство и... Ну, это временный вид на жизнь. Да, да, да. Но она не дает право работать на территории другой страны. А Европейская карта, которая следующая? Резидента Евросоюза? Да, резидента Евросоюза. Не во всех странах. Но не только в Польше? Нет. Хорошо. И по гражданству вообще-то сложный процесс сам по себе. Не по длине, там, что надо сделать, что подучить, что сдать. Понятно, история какая-нибудь. В целом, ты имеешь право поддаваться на гражданство. Давай еще рассмотрим такой отдельный вид внеска, который, то есть просто там... Сходу. Сходу в третий день. Приехал такой, о, класс, все нравится, мне нужен паспорт. То есть называется такой внесок, отправляется на президента. То есть, но дается он не всем, конечно же, это такая мега-лотерея, как в Штатах. Грин-карт. Грин-карт, да. Но такого вида подачи, такого вида документов, такого вида внеска тебе нужно описать, почему ты считаешь, что ты достоин гражданства. Ну и тут уже каждый описывает свою ситуацию. То есть кто-то, например, пишет, что... Внук, правнук, тогда я уже костюшки, да? Ну это один из примеров. Про правнук. Да. Кто-то описывает, что я там духовно чувствую себя в этой стране комфортно, я здесь веду бизнес, я здесь плачу налоги. Центр сосредоточения, скажем так, моих жизненных интересов, это Польша. Кто-то пишет, например, что я там донор крови, у нас тоже был такой случай. Но есть такие. Кто-то пишет свои там спортивные достижения, описывает, когда, допустим, там, не знаю. Ну то есть это для людей, которые сделали большой вклад, либо чувствуют большую причастность. У меня есть знакомый, который получил, таким образом он здесь учился. Если я не ошибаюсь, там в университете, наверное, года 3-4 он отучился, он просто подал внесок на президента и получил рожиданство. Это было, наверное, в 2018 году, что ли. Так а сам процесс получения рожиданства, он как-то... Заполняется внесок и все. И никаких там собеседований с тобой, потом... На президента? Нет, обычный, обычный. Там проверить твой уровень языка, что надо и столько. Нет, нет. Если ты получаешь карту сталого побыта, тебя уже приглашали. Все же проверили. Это уже как факт того, что все вот ранее условия были выполнены. Ну а если ты получаешь карту резидента Европейского Союза, там же этих проверок нету или они там тоже есть? На резидента? Да. Один из документов, который нужен для получения статуса резидента, это сертификат, допустим, о знании польского языка. То есть либо ты записываешься на понствовый экзамен, сдаешь, получаешь сертификат B1, либо ты, например, учишься в полициальной школе, получаешь сертификат об окончании и, соответственно, ты прикладываешь сертификат. Некоторые люди, которые приезжают в Польшу на обучение, заканчивают университет, они также могут приложить свои дипломы. Поэтому тоже это условие как бы языковое считается уже соблюденным. Полицейная школа, штука, про которую мало кто знает, кто сюда приезжает, что это такое вообще? И как оно на легализации может быть? Главное, это можно описать как курсы повышения квалификации какого-то, допустим, там, либо той бранжи, которой ты уже, возможно, ранее учился, либо это новая отрасль, которую ты бы хотел познать. Ну, например, там, то, что первой в голову пришло, там, флорист. Самое распространенное, много девочек туда ходит. То есть это можно пойти просто, например, тебя научат чему-то новому. Ну, и плюс попутно еще ты учишь, подтягиваешь язык. То есть наши, как бы, скажем так, экспаты это больше используют в этом направлении. Ну, и раньше, конечно же, для всех, для украинцев, в частности, например, с сертификатом из полициальной школы, подаясь на карту, подавая документы на карту, побуду, ты мог получить карту без привязки к работодателю. И это был такой, как бы, один из дополнительных инструментов, почему стоит туда пойти. А сейчас этого нету, да? Ну, украинцам в целом это не надо. А, ну, все, руки развязаны. По поводу еще айтишников немножко. Есть ли тут какие-то специальные программы для легализации айтишников, либо их нет? Блукарт. Блукарт? Да. Это не поиск. По-польски, это небеская карта. Это не поиск программа, это общеевропейская. Да. Расскажи про нее подробнее, как она работает, и чем отличается, например, от национальной визы, которая тебе позволяет работать в поиске. Для подачи на блукарт нужно так же самое, как бы, вспомнить ворунки. То есть, должна быть зарплата на сегодняшний день официально, это в районе 13 тысяч злотых бруто. Либо, например, диплом. Скажем так, оба окончания определенной профессии. Если ты инженер, ты должен сказать, что вот у меня соответствующее образование, но он должен быть переведен, конечно, на польский язык. Либо опыт работы, стаж не менее пяти лет в этой отрасли. То есть, это такие вот ключевые, скажем так, тезисы, на основании которых можно получить блукарт. Стаж подтверждается как? Трудовой книжкой? Наверное, скажу так. Есть трудовые отношения, есть письма от работодателей, коммендационные. И блукарт в Польше учитывается как полноценный ВНЖ, если ты хочешь получить, например, гражданство в дальнейшем или нет? То же самое, абсолютно то же самое. Только есть еще приоритеты того, что, например, подавшись на блукарт, если подается, например, скажем так, от заявителя еще семья, ну, от жена в частности, то она получает доступ к рынку труда. То есть разрешения документов не нужны. Если у тебя есть дети, то они, допустим, при поступлении в университет определенными вузами имеют право на бесплатное образование. Поэтому есть как бы свои привлечения. То есть получается блукарт лучше, чем ВНЖ? Блукарт это, скажем так, давай разграничим, смотри, это все ВНЖ, да, условно. Но есть привилегии, которые нет, скажем так, в блукарт получения, которых нет в обычной карте по быту от работодателя. Я ошибся, блукарт лучше, чем карта по быту. Конечно. То есть она дает больше возможностей для человека, который им соответствует. А по логике государства это за счет того, что блукарт привозит более, типа, подкованных специалистов? Специалистов. Специалистов, все, понятно. Мы приехали, мы легализировались, мы работаем. Так, все у нас есть, разрешение на работу, ВНЖ, какое-нибудь, что-нибудь такое. В какой момент Польша нас начнет считать налоговым полным резидентом, и мы будем считаться, ну, не поляками, но лицами, у которых Польша это центр жизни? И что это вообще за понятие такое? То есть это называется просто, это статус налогового резидента. То есть когда ты находишься в какой-то стране больше, чем 183 дня, то есть полгода фактически, то ты становишься автоматически налоговым резидентом этой страны. То есть это означает, что мы сейчас не говорим о Соединенных Штатах, там немножко по-другому это устроено. То есть это означает, что ты живешь в этой стране, и центр твоих жизненных интересов находится именно в ней, и ты должен подавать декларацию, и в этой декларации указывать все доходы, которые у тебя есть где-либо в других странах. То есть это относится уже не к введению бизнеса, а к твоим личным декларациям? Да, верно. Как физическое лицо. Как физическое лицо, должен подавать налоговую декларацию. Если ты работаешь, к нам ИПшник, либо в инкубаторе, это ж как-то... Я сейчас по-простому пытаюсь объяснить. Ты такой приезжаешь, простой ИТшник в Польшу, устроился на работу, тут работаешь, и ты такой думаешь, ну все, я же плачу тут налоги, я же работаю, работа за меня налоги платит. Да, верно. То есть все, ты с этого момента уже как бы являешься налогоплательщиком, значит ли это, что с этого момента у тебя уже Польша центр жизни? Нет, должно пройти 183 дня. С того момента, как ты приехал в эту страну, ты стал налоговым резидентом. Налоги отчисляются за тебя, да, то есть в этом периоде. То есть ты, соответственно, работаешь, налоги отчисляются, но по окончанию календарного года ты должен подать декларацию в налоговую инспекцию. И ты должен это сделать сам, как бы. В смысле, за себя, за свое физическое лицо ты должен декларацию подать. Тут несколько этапов, смотри, в Польше это выглядит таким образом, то есть работатель за тебя оплачивает налоги, в конце, в начале следующего года за отчетным, до конца февраля работатель должен тебе предоставить, ну это называется ПИТ-11, декларацию о том, какое количество денег ты заработал. Это если ты работаешь по умовой операции, по договору. Умовой операции, умовой дела, умовой возле цене. То есть это все сюда. То есть, соответственно, как бы он тебе предоставляет информацию. То есть такая декларация, ПИТ-11 называется, в ней указано, сколько ты заработал, сколько налогов было отчислено. И ты уже сам, как физическое лицо, должен сложить декларацию в ужин скрабовый. То есть здесь все просто, на самом деле в Польше устроено. Звучит пока очень сложно. Декларацию сделать. Ну, на самом деле тебе дают бумагу такую, да, но перед этим работодатель этот ПИТ-11 также отправляет в налоговую инспекцию. То есть налоговая инспекция его также имеет. То есть у тебя есть время до конца апреля несколькими способами сложить свою налоговую декларацию, так называемую ПИТ-37. То есть можно это сделать просто. То есть здесь довольно-таки раз это такая, так называемая, электронная подпись профилезалфаной. Ты заходишь на сайт податки.gov.pl, заходишь там, мои податки, там есть развлечение ПИТа, по-моему, так называется. И там ты уже видишь у себя в кабинете тот ПИТ, который тебе выдал в бумажной форме работодатель. И в то же время загрузил это в базу налоговой инспекции. И система сама тебе считает, нужно ли тебе доплатить какой-то налог, либо же у тебя есть какой-то налог к возврату. Там указывают льготы, например, если у тебя есть дети, ты можешь указать детей, и тогда у тебя будет, скажем так, льгота, то есть определенная сумма будет тебе возвращаться к налогу. То есть нажимаешь просто рассчитать, отправить и все. А можно это не делать? В смысле можно, работая с бизнес-инкубатором, сделать так, чтобы мой ассистент мне это все сделал? Ну, ассистент этого не сделает, это больше сделает бухгалтер. Бухгалтер, ну то есть можно сделать за такую дополнительную сумму. Потому что когда тебе говорят как айтишник, что у тебя какие-то бумажки на сайт или есть что-то там считать, у тебя новый мир открывается, новая вселенная сбоку, в которую ты не сильно хочешь влезть. На самом деле выглядит это гораздо проще, потому что, ну, как бы система, скажем так, система налогов в Польше устроена таким образом, чтобы ты в любом случае эти налоги заплатил. То есть, да, и как бы хочешь ты этого или не хочешь, ну, в любом случае налоговая инспекция свое получит. Когда ты проходишь 183 дня, ты становишься налоговым резидентом Польши полноценным, что происходит с твоими налогами в твоей стране предыдущего пребывания? Ну, смотри, у Польши есть же закон о избежании двойного налогообложения. Чтобы и там, и там не платить. Да, чтобы и там, и там не платить. Но тут есть нюанс. Есть нюанс. То есть, фактически, если в Украине, да, у кого-то есть ФОП, кто-то зарабатывает какие-то деньги, то есть, он, имея статус налога резидента Польши, он должен в своей декларации годовой, то есть, отразить доходы, например, в Украине. То есть, и зачастую может быть таким образом, что в Польше некоторые налоги, то есть, выше, чем в Украине. Если мы говорим конкретно ФОП и здесь, да, то разницу доплатить в Польше придется. То есть, ты должен задекларировать свой доход на территории другой страны в декларации в Польше. Должен указать, сколько ты заработал. И условно, если там ты 5% заплатил, а в Польше этот налог, например, 15%, то ты разницу 7% должен в Польше доплатить. Да, верно. Тут еще такой вопрос небольшой по актуалочке. Есть нехилая шанса того, что украинцам запретят жить в Польше и работать официально в Украине через ФОПы, получая деньги там, а жить здесь. Ну, ходят, по крайней мере, слухи. Если вдруг эти слухи станут явью, что нужно будет ребятам делать? Достаточно будет просто легализироваться здесь и начать работать на польской компании? Да, конечно. Нужно будет легализироваться. На самом деле, если мы говорим со стороны Польши и Европейского Союза, в целом разные слухи ходят. Но я бы на них не обращал внимания, пока не будет каких-то, скажем так, официальных заявлений. Потому что не секрет то, что количество людей, которые из Украины работают на территории Польши, оно очень большое. Представим себе картину, что с какого-то завода, фабрики, либо еще откуда-то возьмут и просто заберут там 60% работников, которые есть. Можно ли готовиться заранее? Может ли гражданин Украины легализоваться вот прямо сейчас? Или поскольку легализоваться гражданам Украины не нужно, то их никто и не будет рассматривать? Нет, рассматривают. Заявление на получение вида жительства рассматривают. Даже со статусом УКР. Какие налоги в Польше надо платить? Давай с договора рабочего, обычного. Там все сложно. Я могу тебе, давай просто рассматриваем на примере умовую делу, умовую заценку, либо умовую опрацию. Они там очень похожи. Если мы говорим о умове заценки, либо умове опрации, то отчисления заработной платы составляют порядка 47%. Если мы говорим о умове делу, то первый налоговый порог это фактически выходит 6% в случае с передачей... До достижения какой-то суммы в год. Да, до достижения какой-то суммы в год. Совершенно верно. То есть, если мы говорим о достижении, то первый порог дохода это 120 тысяч злотых. То есть, когда человек на протяжении года, условно, за первые три месяца переступил порог 120 тысяч злотых, то со всего, что он заработал выше этой суммы, уже начисляется налог 32%. При этом эту сумму можно удваивать, если вы там женаты с супругой, как-то такая штука есть. Да, совершенно верно. Если жена не работает и у нее нет дохода, то можно указывать их... Можно как-то просто рассчитывать налоги, зайти на какой-нибудь сайт и там просто посчитать их? Нет. Исчерпывающе. Ты в компании кофаундер? Да. Чем ты здесь занимаешься? За что ты отвечаешь? Я являюсь презисом компании «Финанс Эксперт». Это компания, которая помогает зарегистрировать бизнес на территории Польши и предоставляет услуги по бухгалтерскому сопровождению, кадровому сопровождению и дополнительные услуги, которые могут понадобиться бизнесу. Первое касание чаще всего – это регистрация бизнеса. Мы регистрируем ИП, в Украине это ФОП, в Польше это называется ЙОДГ. Также мы регистрируем фирмы. В Украине это ТОВ, известная еще ООО, и в Польше основное – это спулка с заграниченной отповедальностью. Это может быть другие форматы спулок. То есть выглядит это как? Клиент либо вел бизнес в своей стране, либо он, переехав в Польшу, решил заняться бизнесом. Он приходит к нам на консультацию. Если человек находится в другом городе, у нас даже есть кейсы, когда мы проводим консультации для граждан других стран, пока они еще находятся в своих странах, спокойно сейчас в современной технологии можно Zoom, Teams, можно в переписке какой-то получить ответы на все свои вопросы. Мы выясняем, что человеку больше подходит, потому что не всегда логичным открывать фирму, если под деятельность конкретную можно и лучше открыть ФОП, ЙОДГ, и наоборот. Мы выясняем, чем занимается человек и, соответственно, помогаем ему выбрать те коды экономической деятельности, которые необходимо указать при регистрации. Мы, опять же, не являясь налоговыми консультантами, мы все же предоставляем информацию, которая, в принципе, для стороннего человека, который в этом не разбирается. Она очень сложная, но для нас и для наших специалистов это довольно просто. Мы предоставляем, мы советуем, рассказываем о существующих видах налогообложения и советуем, какой лучше подойдет тому или иному человеку. Я могу привести пример на IT-специалистах. Давай перед этим объясни, почему ты подчеркиваешь, что вы не предоставляете эти услуги. Для этого какие-то специальные лицензии нужны? Да. То есть мы не делаем это не потому, что мы не знаем, мы не делаем это не потому, что мы не хотим, мы не делаем это потому, что мы не имеем права это делать. Но, опять же, тут важно поймать глубокий анализ. Например, мы нередко пользуемся услугами налоговых консультантов, когда мы под какое-то направление составляем запрос, отправляем его, налоговые консультанты прорабатывают их, мы приезжаем навстречу. То есть вот это глубокий анализ и все прочее. Если там, например, вопрос, какую мне форму налогообложения выбрать, то это все просто. Тут не нужно получать специального образования. И вот могу тебе привести на примере. Да, на примере айтишников. Если приезжает айтишник, для айтишника у нас есть предложение инкубатор. Это самый простой способ начать деятельность, легальную деятельность, получать официальный доход, независимо от того, с какой страной, с какой компанией айтишник работает. Есть запросы, когда человек хочет открыть ЮДГ. Это может быть... АЛАКП? Да, это может быть либо личное желание человека, не хочет он сотрудничать с инкубатором. Это может быть какие-то условия, которые не позволяют ему сотрудничать с инкубатором. Приведу пример. У айтишника есть еще несколько ребят, которые на него работают, и ему нужно их официально оформить. В этом случае однозначно ИП. Бывают еще такие случаи, что заказчик, например, американская компания, не хочет, чтобы айтишник передавал авторские права на свой код. Инкубатору в этом случае мы предоставляем услугу по регистрации ИП. Существует три системы налогообложения для ИП. Это податок на скале. То есть размер налога зависит от оборота. До 120 тысяч в год это 12%. Все, что выше, это 32%. Существует податок линьовый. Это 19% вне зависимости от того, какой у тебя оборот. Вот у меня есть ИП тоже, в том числе я на таком податке линьовом. И существует податок Ричелд. Там существуют градации налогов, разные проценты. Они зависят от того, какую деятельность осуществляет индивидуальный предприниматель. Вот конкретно для айтишников существует две базовых ставки налогов. Это 12% и 8,5%. Причем четко указано, под какую ставку какое ИП. То есть типа программист такой-то, тестировщик такой-то. Совершенно верно. Еще кто-то такой-то. При этом менеджеры, они нет отдельно для айтишников, насколько я знаю, с лицом менеджерской позиции. Смотри, тут если на уровне, на простом очень языке, причем это наш лозунг в компании «Финанс-эксперт», бухгалтеры на доступном языке. И здесь мы вкладываем два смысла. Первое – это обслуживание на том языке, на котором ты говоришь. У нас, даже при том, что у нас есть бухгалтер, граждане Польши, главный бухгалтер у нас, гражданка Польши с 20-летним стажем. У нас есть бухгалтера из Белоруссии, у нас есть бухгалтера с Украины. И отдел продаж также разговаривает на этих языках, плюс еще на английском языке. Но вторая часть этого нашего лозунга, она не о языке, а она о том, что мы сложные вещи простыми словами объясняем, потому что очень важно для многих тоже, кто начинает разбираться в этом всем. Так вот, если объяснить простыми словами, как можно разделить, какой налог, 8,5 это к чему, 12 к чему, то вот если человек производит что-то в виде кода, это 12% однозначно. Если человек выполняет мануальный тест, это однозначно 8,5%. Но при этом встречаются такие кейсы, когда один и тот же человек, он и пишет код, и тестирует. Например, он может работать на 2 разных компаний, или на 3, на 5, не важно. И в принципе, ему не нужно думать о том, какое налогообложение для себя выбрать. В том пане, если он выбирает рычалд, то он выставляет фактуры за те услуги, за которыми он пишет код. Он выставляет с налогом, вернее не так, он выставляет фактуры и платит с этих приходов 12% подоходного налога, с тех мануальных тестов он платит 8%. То есть можно несколько кодов набирать и по разному платить? Да, конечно. В чем тогда прикол разных систем налогообложения в этом случае, если есть вот там типа 12%, нафига мне 19%? Как айтишнику, наверное? Смотри, тут очень хороший вопрос. Возникает у большинства клиентов, которые к нам приходят, все зависит от разных условий, не только от того, чем занимается человек. Именно поэтому мы всегда рекомендуем, чтобы обращались к специалистам. Консультации у нас абсолютно бесплатные и человек может получить не одну консультацию, потому что бывает так, что пришел или там позвонил, пообщался, ушел, вопросы опять появились, он к нам опять возвращается. Вот я тебе приведу пример, смотри, податок на скале. Если человек зарабатывает, если мы сейчас говорим не о том, чем ты занимаешься, а о том, сколько ты зарабатываешь. Если ты знаешь, что у тебя в месяц будет не больше 10 тысяч прихода, то тебе... Злотых. Да, речь идет сейчас о злотых. То ты платишь 12%. Если ты наверняка уверен, что ты за год заработаешь больше, и работает это так, первых 30 тысяч злотых, которых ты зарабатываешь, они не облагаются вообще по доходным налогам. Потом следующий порог налоговый от 30 до 120, это разница, 90 тысяч. Ты за него платишь 12%, за все, что выше, ты платишь 32. Если ты наверняка знаешь, что ты будешь зарабатывать больше, чем 10 тысяч в месяц, потому что 10 на 12 месяцев это 120, то тут уже вопрос. Леневый налог. Здесь идет расчет налога таким образом, что ты 19% платишь не от того, что ты заработал, а приход минус расход, которые связаны с получением этого прихода. Вот оставшаяся сумма, ты платишь налог. На своем примере скажу. На моем ИП есть машина, я ее заправляю, это расход фирмы. Я получаю фактуры на ведение бухгалтерии, я оплачиваю, это тоже связано с расходами фирмы. Это могут быть какие-то командировки. То есть все расходы, которые ты, не так, что я пошел в бедренку и купил себе еды, и вот на эту сумму уменьшил. Все, что касается профессиональной деятельности. Да, да. И вот третий вид. Ричард, это уже конкретно, он связан не с оборотом, а с тем, чем ты занимаешься. Потому что, вот приведу пример, есть у нас еще одно направление во Вродцеве, ресторанный бизнес. И вот если это производство и продажа еды, то это 3%. Если это алкоголь, либо это другой процент. Поэтому важно, перед тем, как зарегистрироваться, важно получить хорошую консультацию, чтобы не попасть в невовкую ситуацию. Приведу тебе пример. К нам обратился айтишник, он, если не ошибаюсь, с Варшавы. Ему ИП зарегистрировали в Варшаве и ему выбрали 19% налог, а он мог бы платить существенно меньше. И тут непонятно, то ли он что-то неправильно понял, то ли он получил некачественную консультацию. И в итоге мы посчитали, он проработал больше года, и пришел к нам, он сейчас у нас обслуживается. Мы посчитали, сколько он потерял за этот период, но было неприятно. И вернуть это уже невозможно? Нет. Окей. Это про подоходный налог. Да. Есть еще ЗУС. Можешь сказать, что за ЗУС и как он рассчитывается? Смотри, ЗУС, его некоторые путают тоже как следовая налога. ЗУС это не налог, это складка, которая оплачивается на медицинское страхование для того, чтобы человек мог пользоваться народовым фундушем здоровья, который в Польше. Бесплатная медицина, которая по факту ты за нее в любом случае платишь. ЗУС, он платится каждый месяц и процент ЗУСа зависит тоже от некоторых условий. Например, есть льгота на старт. То есть, первые полгода, когда ты зарегистрировал себе ИП, ты платишь определенную сумму. У льгота на старт, да? Да. И он тоже высчитывается от суммы дохода. И вот получается подоходный налог, ЗУС и еще есть ВАТ, это НДС. Это тоже зависит от разных обстоятельств. По большей части это зависит от твоего оборота. Если ты знаешь, что ты будешь получать у тебя оборот за год будет более 200 тысяч, то ты либо сразу же регистрируешься как платильщик НДС, либо при достижении этого порога ты регистрируешься как платильщик НДС. Но ВАТ тебе потом компенсируется. Ну тут смотри, если ты выполняешь работу для кого-то. Смотри, тут зависит от, опять же, много разных условий есть и мы могли бы разобрать какой-то конкретный кейс, но я тебе расскажу, какие бывают варианты. Если ты делаешь услугу и продаешь свою услугу за рубеж, то экспорт услуги ВАТом не облагается. Если ты пишешь код для какого-то польского заказчика, то ты ему выставляешь фактуру с ВАТом, ты этот ВАТ получаешь и если у тебя есть расходы с ВАТом, приведу тебе пример, ты выставил фактуру на 10 тысяч злотых плюс 23% ВАТ, 12 тысяч 300 получил. Ты снимаешь офис за 3 тысячи нету и там еще сколько-то ВАТ. Вот ты получил ВАТ, ты заплатил за аренду, часть этого ВАТа тоже заплатил, а остаток плачешь государством. Прикольно. Да, то есть по факту есть такая формулировка, что ВАТ нейтральный, то есть он не является расходом. Ты получил ВАТ, если ты получил ВАТ и у тебя нет ни одного расхода, в котором тоже присутствует ВАТ, он дальше ушел. Да, он дальше ушел государством. Давай на конкретном кейсе, на моем кейсе, на кейсе на самом деле многих моих знакомых есть ребята, которые работают как ИПшники и у этих ребят может быть доход не только от программирования, но и, например, от рекламы на Ютубе, от продажи курсов на каких-нибудь площадках. И в какой-то момент эти ребята переходят в штат компании на умову опрации. И получается, у них ИП остается только для того, чтобы получать там мизерные деньги, относительно мизерные, относительно основной зарплаты, там каких-нибудь 200-300-600 долларов в месяц там с рекламы на Ютубе либо с курсов. В этом случае им имеет смысл оставлять ИП, либо можно как-то эти деньги по-другому получать, потому что кажется, что ты с этих денег будешь, ну, мне казалось, что ты будешь платить дофига ЗУСа. Но я так сейчас понимаю, что ЗУСа там будет меньше, чем раньше. Ну, тут смотри, тут тоже вопрос, можно ли получать другим способом. Всегда есть какие-то возможности получать другим способом. Вопрос, что ты хочешь в конце, ты хочешь эти деньги получать официально, чтобы строить для себя и своей семьи какую-то кредитную историю. Ну, конечно, мы пролегаем к вам с вами. Да, пролегаем. Ну, тут нужно считать в цифрах и в зависимости от того, что, ну, вот я тебе тоже, опять же, на своем примере приведу. У меня есть умовая операция, у меня есть ИП, я являюсь презесом, я еще совладелец. И это не потому, что я решил там пройтись по всем историям. Это под каждый конкретный кейс, который мне нужен был, я искал решение и вот это решение для меня вот такое. Если я имею умовую операцию и у меня есть ИП, то я уже плачу меньше ЗУСа. Это одно из таких оснований. То есть бухгалтер может посчитать, но вот я на своих, на своей истории мне там сказали, вот тебе конкретно на такую сумму, то есть там складка здоровотная, она уже не платится, потому что ЗУС это не, ты отправляешь один платеж, но там в этом платеже... Да, несколько процентов. Да, и вот складку здоровотную ты уже не платишь, потому что ты ее платишь. С какие-то проценты уже уходят. Да, если у нас есть другие кейсы, у нас человек работает... А, подожди, а не платишь, потому что за тебя это уже работодатель? Да, да, то есть ты платишь ЗУС, но твоя сумма уменьшается, там 300-400 злотых, опять же, все зависит от того, сколько за тебя платят и сколько ты получаешь. У нас есть кейсы, когда человек работает на умове операции, ну я не помню название компании, но не имеет значения. На умове операции он работает программистом, но у него есть свободное время, он не фуллтайм занят, у него есть вечернее время, у человека может быть какая-то мечтация, или машину, квартиру купить, не знаю, и он приходит к нам в инкубатор и спокойно работает с другими своими заказчиками, которых он нашел либо сам, либо получил заказ в нашем инкубаторе, потому что мы тоже уже предоставляем такую услугу, ну даже не то чтобы услуга, такую возможность, то есть мы мочуем. Сводить заказчиков и филансов. То есть в Польше можно совершенно спокойно быть и пешником, и по умове операции работать, и еще там что-то иметь одновременно. Да. Тут важно, когда ты обращаешься к профессионалу, от которого ты что-то хочешь, важно об этом не забыть сказать, потому что можно, знаешь, как говорят с врачами и с адвокатами нужно быть, я думаю, ну считаю, что с финансистами, которые занимаются финансовой частью твоей жизни, тоже нужно быть откровенными, и никто не будет влазить в суммы, сколько ты зарабатываешь. Вопрос формальный, как ты связан с кем-либо там, с фирмой, у тебя это договор B2B, либо это еще что-то. Всегда есть какое-то решение, важно, чтобы ты правильно озвучил свои потребности, рассказал, что у тебя есть, получил ответ, как тебе двигаться дальше под твои запросы. Что будет, если ты просто будешь получать деньги от заказчиков без формы собственности? Где-то два года назад ввели такую систему в Польше, когда к тебе приходит на твой банковский счет какой-то перевод, он там циклический, это не заработная плата, то есть бывают случаи, когда к тебе просто приходят и спрашивают, что это за деньги, то есть и тут уже приходится объяснять. То есть если нет внятного объяснения, то тебе насчитают штраф и насчитают налог к уплате с этих денег. Но речь там о закрытии ВНЖ, запрете работы не идет. То есть первое время? Ну, на самом деле штраф, он же отражается в системе, понимаешь, и как бы есть правонарушение человека, то есть которое также отражается в системе и которое может потом, скажем так, негативно повлиять на выдачу позитивного решения при получении ВНЖ. Я просто почему спрашиваю, мы же многие, кто переехали, мы сидим тут на пароховой бочке, боимся, чтобы нас тут ничего с нами не сделали. И типа насколько это критично, если ты вот где-то не подразобрался, где-то не так заплатил, и что с тобой? Тебе могут сразу прийти и сказать, мы тебя либо в тюрьму, либо обратно домой к усатому? На самом деле, понимаешь, почему я считаю Польшу одной из самых благоприятных стран для интеграции, потому что здесь нет такого жестко тебя сразу в тюрьму, еще что-то, нет. Если ты понимаешь, что ты сделал какую-то ошибку, ты можешь прийти в тот или иной орган, сказать, я сделал такую ошибку, я хочу ее справить. Опять же, если не платил какое-то время налоги, ты можешь, понимая, что ты зарабатывал деньги и должен был тебе налоги платить, ты можешь обратиться в соответствующую инстанцию, в стэч, в стэч, назад, забыл это слово, рассчитать себе налог, то есть без какого-либо штрафа, то есть уплатить этот налог, то есть может быть какую-то пеню посчитать. Видишь, ты когда говоришь обратиться в какую-то инстанцию, для тебя это просто звучит, потому что ты, например, ты можешь обратиться в эту инстанцию, потому что ты знаешь, например, польский. Для человека, который приехал, польский там еще не выучил, не разбирается, не понимая, что такое лужон, что такое внески, для него это как дивный новый мир. К кому идти этому человеку? С такими вопросами. Смотри, ну... К юристам, к гигалтерам, к вам. Нет, но тут больше, понимаешь, можно прийти к нам, то есть можно прийти в нашу группу, мы подскажем, как лучше с точки зрения легализации, как лучше с точки зрения налогов, потому что, опять же, мы предоставляем услуги на языках привычных нам, то есть и стараемся сервис делать такой, к которому мы привыкли из наших стран. То есть если есть какой-то вопрос по налогам, мы отправим к соответствующему человеку, который проконсультирует человека, то есть если консультации недостаточно, то можем и сделать за этого человека те действия, которые ему необходимы. То есть поэтому, если самостоятельно есть какая-то боязнь, незнание языка и так далее, то нужно находить специалиста, который в этом плане поможет. То есть если это связано с налогами, то есть это, опять же, драться податковый, налоговый советник, да, это первое, либо же банально бухгалтер. Но если мы говорим о польском бухгалтере, то скорее всего человек получит отказ, потому что в Польше четко разделяется. То есть есть дараться податковый, то есть советник налоговый, есть бухгалтер. И зачастую бухгалтера местные не хотят на себя брать то, чтобы сказал дараться податковый. Так, я, короче, жду открытия налогоэксперта. Нет, у нас есть финанс-эксперт, достаточно туда все включено. Ну окей. Что за прикол в Польше с бухгалтерами? Того плана, что они не хотят делать много. Когда ты нанимаешь бухгалтеров, они говорят, мы только бумажки. Смотри, да, действительно, есть большое отличие. Проведу аналогию с бухгалтерией Украины. Давай. Бухгалтер в Украине делает практически все. Начиная от того, что он выставляет счета, он проводит какие-то оплаты, он ведет складской учет, если это есть в компании и все прочее. Он может проконсультировать по каким-то налогам. В Польше бухгалтера, я сейчас говорю за бухгалтерию на аутсорсе, они не выставляют фактуры за своих клиентов, они не имеют доступа к счету клиенту и они не совершают оплаты и не могут иметь. И не могут иметь, в принципе, нет такой практики. Может быть, какие-то исключения, но мне об этом неизвестно. Еще одна очень большая разница в том, что в Польше бухгалтера не являются налоговыми консультантами, не являются налоговыми советниками. То есть, для того, чтобы получить вступительную консультацию, однозначно, это может бухгалтер рассказать, но если есть какие-то серьезные вопросы, связанные с налогами, это проводят отдельные люди, это квалифицированные и очень важно понимать, что это сертифицированные налоговые консультанты. В Польше называется «Дурация податковой». А где их искать? Если сказать так человеку, который не знает о существовании нас, то либо по рекомендациям, что я чаще всего тоже рекомендую, либо в Гугле, но мы сотрудничаем. Тут важно понимать, что мы предоставляем максимальный спектр услуг человеку, который приехал с другой страны, но если мы какие-то услуги не предоставляем, то мы наверняка с кем-то сотрудничаем в этой сфере и вопросы мы тоже имеем советника налогового, который может проводить как онлайн-консультации, независимо от того, где находится клиент. Если человек или компания во Вроцлаве, то спокойно может приехать в офис и получить ответы на все вопросы. То есть финанс-эксперт поддерживает и поддерживает консультации по бухгалтерии и по налогам? Ну смотри, я тебе приведу пример, который у меня был. Обратился человек, женщина, которая представитель компании в Украине, которая занималась международной торговлей. Ей нужна была консультация непосредственно по таможенным вопросам. Мы на таможенных вопросах не специализируемся. И дополнительно у нее были вопросы связанные с налогообложением. Это довольно серьезные производители, которые экспортируют. И я бы мог сказать, мы этим не занимаемся, вы не по адресу. Я сделал по-другому. У нас были контакты, мы сами пользовались услугой таможенных брокеров, которые разговаривают в том числе в русском и украинском языке и которые владеют законодательной базой в Польше. И я дал ей контакт этого человека. Так же самое по налоговому консалтингу я ей дал рекомендацию вот обращайтесь сюда. Это компания, которую мы знаем, с которой мы сами сотрудничаем. Потому что мы тоже по факту являемся клиентами таких компаний, когда нам нужно что-то. Поэтому мы не закрываем двери, если мы не решаем вопрос человека. Мы однозначно даем ему вектор, куда ему идти дальше. Короче, мы регализовались, мы работаем, все у нас классно. Центр жизни у нас уже в Польше. И тут мы такие, у нас еще мелкий ребенок растет, надо бы квартирку какую-то купить, домик, может еще что-нибудь. Как тут это происходит? Есть ли тут какие-то ипотеки, какие-то кредитные истории? Ты уже упоминал, что как это в Польше устроено? Это больная тема для всех. То есть с учетом того, что цены растут в Польше очень быстро и очень вверх. И не знаю, сложно сказать, как-то это остановится. Но программы есть. Есть разные программы. То есть следует отметить, что в большинстве случаев банки трактуют иностранцев практически так же, как и граждан Польши. Можно вполне себе спокойно, нормально получить ипотеку, купить квартиру в ипотеку. То есть соответственно, определенным критериям. То есть это размер дохода, это член госпрации, то есть длительность работы на одного работодателя и длительность работы еще зависит от того, на ком договоре ты работаешь. Если мы говорили о умове операции, то, как я и говорил, государство всячески защищает людей, которые работают по умове операции, не работодателей, а людей. Точно так же это касается и банков. Потому что если ты работаешь на умове операции, ты можешь идти, складывая документы на получение ипотеки после трех месяцев своей работы. То есть тут логика такая, что у тебя умовы операции, значит ты сильно более гарантированно продолжишь там работать и будешь получать доход, а поэтому мы тебе дадим ипотеку. Ипотеку. Если мы говорим о умове излицения, то это шесть месяцев. Умовы отдела, то есть тут по-разному рассматривают банки, то есть некоторые банки берут шесть месяцев, некоторые банки будут год. То есть по-разному. То есть очень важно помнить, что если ты получаешь заработную плату в валюте, то нужно будет в валюте тебе и просить ипотечное кредитование. То есть это очень важно. Если ты получаешь в злотах, то спокойно идешь в злотах. А если так и так? Будут брать какую-то основу. То есть если ты получаешь большинство в злотах, то возьмут эту сумму в злотах, но не возьмут в учет. То есть комбинировать не получится. То есть они всегда опираются на валюту заработной платы. Если ты хочешь получить ипотечное кредитование в злотах, ты должен зарабатывать в злотах. А если ты ипшник? Если ты ипшник, ну тут же опять же ипшники платят налоги в злотах. Тут уже больше налогов и доход опять же. То есть некоторые банки будут учитывать в валюте, доход в валюте. Хорошо. Я тут еще слышал, что в Польше существует прям целое, я не знаю, это уже аутсайд нашего разговора, вдруг что-то знаешь. Целое направление помогаторов в получении ипотеки, дарации какие-то там. Финансово. Финансово, да. И что, типа, получить ипотеку, собрав самому документы, в Польше нереально. Надо всегда обращаться к таким ребятам. На самом деле, понимаешь, здесь это классная штука. То есть я, например, человек, который купил квартиру в ипотеку, условно, какой-то первоначальный взнос платил, купил квартиру в ипотеку, там, где хотел, в таком размере, как хотел. То есть я не понимаю, как это работает. Но есть дарации финансовые, так это назовем. То есть как одна из наших компаний Финансэксперт ипотеки. Это четвертое направление. То есть вы ипотеками тоже занимаетесь? Да. То есть как бы по сути, как это работает? То есть ты приходишь к людям, которые понимают, как эти внески заполнять, какие документы необходимы. Они уже сами контактируют, смотрят исходные данные, то есть видят, что в этот банк можно подать документы, в этот банк можно подать документы. Для меня, как для клиента это ничего не стоит. То есть здесь принята такая практика, что банки самостоятельно платят. То есть это не отражается на процентной ставке. То есть просто банк платит определенную провизию такой компании, которая тебе помогает. То есть банк не тратит время на сотрудника, который будет проверять ваши документы, то есть правильность коммуницировать с вами и так далее. То есть по факту есть компания, которая все это подготовила, выслала в банк, банк проверил на соответствие данных, которые там заполнены и принимает уже решение. Поэтому таких компаний бояться не нужно однозначно, потому что я тот человек, который через такую компанию оформлял, то есть мне это не стоило никакой копейки, ничего, но мне эта компания помогла решить вопрос с нотариусом, где какие документы предоставить, коммуницировала с девелопером, то есть застройщиком моей квартиры, какие-то документы от него, то есть я в этом практически не участвовал. То есть я пришел в квартиру к девелоперу, которую я хотел, то есть они мне говорят, да, вот есть, вот стоит столько-то, выслали мне там умову пристемп, я с ними ее подписал, пришел к дорации, говорю, вот девелопер, вот его контакт. То есть они соответственно уже там между собой сконтактировали, дорация финансовая сказал мне, когда мне нужно прийти подписать ему документы, я ему пришел, все подписал, дал свой трудовой договор, показал свои доходы, вот это все в банк отправил, у меня пришло три децизии, я уже выбирал, то есть какой мне банк лучше выбрать, там есть разные слоя. Эти чуваки стоят не дешево, насколько я знаю, они там по проценту от сделок работают или нет? Они работают бесплатно, то есть для клиента это не стоит ничего, то есть им платит сам банк, им платит банк, да, то есть здесь распространенная практика, то есть все думают, что вот там пойти к такому дарации, он там подскажет и возьмет там 10 тысяч злотых. Я просто слышал, что там проценты не берут, типа берут проценты. Бесплатно. Это если мы говорим конкретно о агенциях нерухомощи, то есть риелторах, тогда да, то есть риелторы там за подбор жилья и так далее, то есть они могут брать какой-то процент, но если мы говорим о дарациях финансовых, которые помогают решить вопрос с банком, заполняют все внески, комплектуют все это дело, то есть подготавливают правильным образом, говорят вам, что нужно предоставить и в какой последовательности, то это для клиента не стоит ничего абсолютно. У нас есть такие кейсы, то есть у нас уже, если мы говорим о бизнес-инкубаторе, есть ребята, которые через нас работают со своими заказчиками, через наш бизнес-инкубатор, легализировались, получили карту побыта, то есть есть уже несколько людей, которые оформили ипотеку, опять же, с помощью нашей финансовой ипотеки, то есть полный цикл, да, один Костя, не знаю, смотришь, нет, испознание, привет, надеюсь, ты уже сделал ремонт, то есть ребята покупают, это все работает. В Беларуси, скорее всего, в Украине, там, в других странах мы привыкли, что ты такой приходишь в банк, и такой берешь 10 тысяч долларов каких-нибудь, которые тебе там на свадьбу подарили, и кладешь на счет, и дальше ты можешь за эти деньги покупать, там, ипотеки брать, покупать, что хочешь. В Польше ты приходишь, даешь 500 долларов, даешь 5000, тебе говорят, подтверждение, и ты такой, то есть, как тут лучше собирать деньги вот на такие крупные покупки, их нужно агрегировать на каких-то счетах обязательно, или можно, как обычно мы делаем под подушечкой котлетку растить, а потом через какие-то манипуляции заводить их? Ну, во-первых, не рекомендую под подушкой деньги хранить, это неправильно, но... Ну, просто в такое время живем, когда банкам иногда сложно доверять. Ну, скорее не так, мы скорее из тех стран, в которых банкам сложно доверять, да, я человек, который потерял много денег в надром банке в Украине, причем в долларах, очень неприятно, но хороший опыт. Скажу так, что здесь банки все стабильные, то есть здесь есть так называемый фонд гарантирования, который гарантирует, скажем так, безопасность этих банков, тут живой пример, недавно был Гитымбанк, то есть, ну, и он сложился, то есть, это Гитымбанк, то есть, и четыре банка, там, в том числе, Мбанк, Сентандер, крупных банков больше, то есть, по обязательствам этого фонда, то есть, они как бы этот банк восстановили, то есть, он сейчас называется Велобанк, развивается, работает, все хорошо, никто не потерял свои вклады и так далее, поэтому банкам доверять можно на территории Польши, спокойно, то есть, я за 6 лет пребывания в Польше, я не видел ни разу, почти 7, не видел ни разу, чтобы здесь какой-то банк лопнул, люди как-то пострадали. Что касательно вкладов в кассу, да, это сложный вопрос для нас в целом, как бы, да, для граждан Украины, Беларуси. Особенно, когда ты переезжаешь, продаешь там, например, свою недвижимость, тебе надо эти деньги сюда как-то завести. Это, скажем так, хорошая история, когда у тебя есть подтверждение того, что там что-то продал, когда завозил, ты это задекларировал, либо у тебя есть там печать, что ты там 5 раз последних переезжал с супругой, туда-обратно, как бы, плюс-минус, как бы сумма складывается, что ты мог их не декларировать. Но у тебя должно быть подтверждение того, что ты там эти деньги легально заработал. То есть просто взять, скажем так, 2 миллиона долларов, зайти в банк и положить на счет не получится. То есть вообще финмониторинг сейчас очень, в связи с тем, что много людей приехало, то есть в первые дни начала войны много людей ехало, пропускали прям там с полными багажниками денег. То есть это известная история. То есть на эти деньги нельзя положить на счет, потому что нужно показать, где ты их взял в стране, с которой ты приехал, а второе, показать, каким образом ты их сюда перевез. То есть это декларации и так далее. Я так понимаю, легальных способов мы тут даже не придумаем, как это... Нет. Я понял. То есть по факту можно до 10 тысяч евро спокойно как бы ложить на счет единоразового, то есть это не мониторится. А можно там 10 тысяч сегодня, 10 тысяч через 3 месяца, через 6, или рано или поздно все зависит от банка, потому что в каждом банке есть свой финмониторинг, который мониторен. То есть есть некоторые банки, я знаю такие кейсы, когда после третьего такого платежа человек покупал квартиру, не хватало на первоначальный взнос. и то есть тоже там декларации есть, все ровно, четко, он заработал деньги в Украине, все законно, есть подтверждения все. Но он там 10 положил, потом еще 10, потом еще 10 на протяжении двух недель, и потом ему приходит сообщение, что у него заблокирован счет. То есть как бы тут уже нужно идти в банк, нести переводы документов, то есть подтверждения все, показывать, как, когда и что. То есть такое тоже есть. Короче, имеет смысл агрегировать денежку где-то на счету? Это нужно, это не имеет смысла, это прямо нужно делать. У меня знакомые там продали дом, они уже живут в Польше два года, продали дом где-то там в Беларуси, и условных, не знаю, 100 тысяч долларов. Им эти 100 тысяч долларов по свифту перевели на карточку польскую, им счет блокирует нафиг, и требует документы о том, чтобы подтвердить и нам, что это подвешивает. Это есть такой кейс, но тут история не про налог, тут история про подтверждение источника происхождения денег, потому что все финансовые учреждения абсолютно все. Они обязаны мониторить происхождение денег с какой целью. Есть законы о предотвращении спонсирования терроризма, есть законы о предотвращении отмытия денег. И если мы говорим о банках, либо о таких системах платежных, как SWIFT, то есть финансовый мониторинг, который нигде ты не прочитаешь, как работает этот алгоритм, потому что эта информация не для общего пользования, но может быть так, что кто-то пойдет во вплатамате положит 100 тысяч злотых себе на карту, чтобы совершить какой-то платеж, ему слова не скажут, а может кто-то получить на 50 тысяч злотых платеж и ему зададут вопрос. Если знакомые продали квартиру либо машину, то они берут документ, неважно в какой стране эта сделка произошла, они берут этот документ, идут к присяжному переводчику, у нас в штате присяжных переводчиков нет, но если клиент спрашивает, то мы с любого языка на любой у нас присяжный переводчик это для простотой понятия наши нотариусы. Нет, это не нотариус, но смотри, в Украине перевод как делается, ты идешь к переводчику, а здесь по сути переводчик, который имеет статус присяжный переводчик, то есть присяжный, он почему, он имеет право кроме того, чтобы переводить документы, он имеет право участвовать в заседаниях суда, например. То есть переводчик плюс нотариус такой. Он не нотариус, он, скажем так, это переводчик сертификация и специализация которого подтверждена соответствующими органами. И у него есть своя печать, то есть это не печать гербовой нотариуса, но ты приходишь в одно место, ты даешь оригиналы документов, приходишь, потом забираешь и этот документ уже можно в любых инстанциях использовать и если есть источник происхождения денег, то ты можешь, ну если реальный есть. Бывали случаи, у меня тоже знакомый, он после начала войны в Украине он выехал, у него в Украине продолжает он продолжает вести бизнес и он много лет ведет там бизнес. И когда стал вопрос, что ему нужно определенную сумму денег положить на карту, чтобы совершить какой-то платеж, у него банк спросил, попросил предоставить источник происхождения денег. Он декларировал Украине ежегодно налог. Он собрал декларации, пошел к переводчику, который с украинского на польский перевел, предоставил, все спокойно, все разблокировали. Нужно ли с таких денег налоги платить? Если произошла сделка по покупке продажи машины либо квартиры, то ты налог этот заплатил там, в том месте, где ты совершил. То есть по сути это значит... Тут скорее про доход, не может ли это быть рассеянно как твой личный доход? Нет, я тебе приведу пример, я думаю, что больше немножко проливу на это свет. Ты можешь условно, если ты пересекаешь границу, мы сейчас не говорим, что с Украины, это с Белоруссии, может быть с других стран, если ты перевозишь с собой наличными деньгами больше, чем эквивалент 10 тысяч, ты обязан их задекорировать. Но ты же не обязан с них на лоз заплатить. Расскажи, как вы пришли к работе? То есть ты за кадром рассказывал, что вы, кроме того, что делаете инкубатор, помогаете легализироваться и бухгалтерию проводить, вы еще можете каким-то образом предоставлять заказы для фрилансеров. Что это такое вообще? Ну, скажем так, это новшество нашей компании, то есть мы поняли, что запрос на это есть, и причем запрос есть с двух сторон, то есть как от заказчиков, так и собственно от фрилансеров. Как я уже говорил, то есть есть фрилансеры, у которых есть свободное время, они могут сколько-то часов посвящать каким-то другим проектам, но есть также заказчики, у которых таких людей не хватает. То есть по факту нет такого продукта, который бы мог объединить все в себе. То есть мы сейчас строим эту платформу, она уже начала работу, то есть уже есть первые ребята, которые работают, то есть мы соединили заказчика и соединили фрилансера, то есть как бы нам наш клиент, фрилансер, говорит, что он хотел бы, назовем это так, утилизировать свое свободное время, то есть мы вносим его в базу, которая есть доступ у ряда компаний, наших партнеров, которые постоянно в поиске под какие-то свои проекты людей в IT-сфере. То есть и соответственно они смотрят, приглашают человека на интервью, договариваются и все, дальше получает свое вознаграждение за проделанную работу. Это офигенская идея, потому что она по факту лежала на поверхности, но почему-то про нее никто не говорит. То есть бизнес-инкубаторы помогают людям работать с компаниями, но вроде же можно и компаниям помогать с людьми работать. Этот сервис, у него уже есть название? Этот сервис наш V-эксперт собственно. То есть он внутри V-эксперта как услуга? Он стоит каких-то дополнительных денег? А в чем вам выгода, в чем вам прикол? Ну, мы, скажем так, соединяем два берега, по факту. То есть есть люди, у которых есть время, есть люди, которым это время необходимо. То есть они по каким-то причинам не могут друг друга найти. Я просто пытаюсь еще понять, когда ты бизнес-инкубатор и помогаешь людям работать на компании, ты получаешь от этих людей, от фрилансеров деньги и таким образом зарабатываешь. В случае вот такой платформы вы как-то сотрудничаете с компаниями, они вам как-то оплачивают какие-то дополнительные что-то? На данном этапе нет, но забегу немного наперед. То есть есть такие планы, но здесь мы не говорим о фрилансерах, здесь мы больше говорим о компаниях, которые к нам обращаются, чтобы это был скажем так такой платный доступ к информации. И последнее. Пару советов тем, кто собирается ехать жить в Польшу. Нужно определиться, чем вы хотите заниматься в Польше. Я понимаю, что это не всегда может быть просто, но если вы едете и вы едете осознанно, либо вы сюда приехали и здесь уже какое-то время провели, обращайтесь к профессионалам для того, чтобы не совершить каких-то ошибок, за которые вы будете платить в будущем. У меня есть, знаешь, такое одно правило в жизни. Между словом и делом есть громадная пропасть. Собрался сделать, ну сделай. У меня так ко всему подход, что если ты не знаешь чего-то, то сделай, пойми, где ты ошибся и справься и сделай гораздо лучше. Поэтому однозначно для меня, несмотря на то, что мы ездили в Польшу, повторюсь, 4-5 раз в год, я понимал, куда мы едем, но тем не менее был отчасти тяжелый шаг переехать, потому что ты выходишь из своей зоны комфорта, покидаешь свою теплую, привычную тебе ванну, приезжаешь во все новое, кто-то тебя принимает, кто-то не принимает, это ментально так зависит, в любой стране, даже не просто про Польшу говорить. Но в целом ты понимаешь, что ты делаешь не так, исправляешься, подтягиваешь язык, ищешь себе какую-то более достойную работу, и все, и наслаждаешься жизнью. Если тебя что-то не устраивает, надо, скажем так, эту проблему устранять. Поэтому повторюсь, что если тот, кто сомневается, то однозначно нужно взять, сделать, и тогда уже все свяжется. Вот такой вышел сегодняшний выпуск, я думаю, что он был вам полезен, как минимум мне два года назад не хватало подобного контента, я искал на Ютубе как легализироваться в Польше для айтишников, ничего такого не нашел, решил сделать такой выпуск сам. Очень круто, что в такое неспокойное время есть люди, которые могут без лишних вопросов, без лишних проблем просто взять и помочь разобраться с теми вопросами, которые возникают у нас там при переездах, при любых сложных обстоятельствах, потому что в текущем мире таких вопросов много, и не всегда получается найти на них ответ быстро, и тут нужно, конечно, обращаться к специалистам, поэтому не стесняйтесь обращаться к специалистам, обращайтесь к WeExpert, и более того, у меня для вас есть бонус по промокоду ITBIR24, вы получите 10% скидки на первый месяц обслуживания, просто позвоните ребятам, либо напишите им, скажите, что вы от меня, скиньте промокод и получайте удовольствие от общения и от решения ваших вопросов. Ну а с вами был я, Алексей Картынник, Лекса ITBORODA из Польши, надеюсь, что у вас все хорошо, берегите себя и услышимся в следующих выпусках на канале ITBORODA. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok